Сегодня на передаче «Победоносный голос верующего». Поэтому я изучала мыслительную деятельность. Как мы мыслим, что такое ум, как ум изменяет мозг, как ум вводим духом, что собой представляет эта связка дух-душа-тела. И я смотрела на это с духовной точки зрения. И затем, как учёный, я смотрела на это в целом, как ум изменяет мозг, потому что я вижу ум и мозг как отдельные вещи. Вы готовы пожать преимущество очищенного от токсичных мыслей мышления? Вам больше не нужно задаваться вопросом, что происходит у вас в голове. Вы можете с уверенностью знать, как улучшить свою жизнь, включив свой мозг Словом Божьим. Это возможно вести эмоционально счастливый и физически здоровый образ жизни, просто научившись контролировать своё мышление. Начните свой путь обновления ума Словом Божьим и переключите своё мышление на победу. Здравствуйте, я Коннет Копланд. Это передача «Победоносный голос верующего». Вы сегодня подключитесь к этому. Мы отлично проведём время, говорю вам. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя сегодня за эту передачу. Да. Мы открываем своё сердце, мы открываем свой разум для откровения с небес. И мы благодарим Тебя за него, мы принимаем его, мы имеем уши слышать. Слава Богу. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Сегодня особый день откровения. Говорит Господь. «Откройте своё сердце, откройте свой разум для того, что у меня сегодня есть для вас, о чём большинство из вас никогда не слышало или не думало. И так радуйтесь, и понимайте, что я посреди этого», — говорит Господь. Да, мы принимаем это. Слава. Слава Богу. Аллилуйя. Да. Аллилуйя. Что за день? Это очень необычно. Это очень необычно. Господь просто... Мы слушаем. Слово от Господа пришло прямо в самом начале передачи, не так ли? Аминь. Я хочу представить вам одного особенного человека, который появился внезапно в славе в моей жизни. Это просто удивительно. Прошлым летом Глория служила вместе с этой молодой женщиной и вместе с Келли на Гавайях, на женской конференции в Гонолулу. И Глория, вернувшись домой, говорила об этом. И Келли, вернувшись, говорила о ней, о её служении и о её жизни. Что ж, конечно же, я должен был подключиться к этому. Я начал читать её книги и подумал, да, вот что, мы пригласим эту женщину на нашу передачу. Хвала Господу. Поэтому давайте вместе поприветствуем доктора Кэролан Лифф. Большое спасибо. Спасибо. Кэролан, большое спасибо за то, что вы приехали к нам на эту передачу. Большое спасибо. Мы любим и ценим вас. Для меня это такая честь. Я не знаю, где вы в последний раз... Вы просто ворвались в нашу жизнь, и, боже мой, это такое благословение. Спасибо вам. Кэролайн. Нейробиолог. И позвольте мне сказать вам, что это такое. Она знает хорошие вещи о вашем мозге. Она занимается исследованием мозга. И нужно иметь много ума, чтобы исследовать ум. И у неё есть ум, чтобы это делать, понимаете? Слава Богу. Аминь. Давайте откроем второе послание к Тимофею. И мы посмотрим. Я хочу прочитать шестой и седьмой стихи. Первой главы. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через моё рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия, или здравого ума. Аминь. Слава Богу. И прежде чем мы начнём говорить об этом, я бы очень хотел, чтобы вы поделились своим свидетельством и рассказали немного о себе. У вас на телевидении уже есть своя аудитория. И я не знаю, где был я. Я просто... Понимаете? Вы были моим учителем. Вы этого не осознаёте. Практически 30 лет вы были моим учителем. Вы с Глорией в буквальном смысле научили меня всему, что я знаю о том, что касается Слова Божьего. Каждая ваша книга, каждый ваш DVD, каждая ваша кассета, в те дни, когда ещё были кассеты, у нас всё это было. Это было прямо из... Какая честь слышать это. Поэтому вы были моим учителем, даже не зная этого. Знаешь, Глория, как в одном из комментариев говорилось, она одна из нас. Я одна из вас. И затем я узнал, что вы приехали из Южной Африки. Да. И, конечно же, у нас есть офис и сотрудники в Южной Африке. Уже многие-многие годы. Да. Мы снова будем там в следующем году. О, это замечательно. Слава Богу. Мы будем в Рэма. Это замечательно. Это то, откуда мы. Да. Именно там маг родился свыше. Как вы сказали мне утром. Да, верно. Я проповедовал там, и ваш муж родился свыше. Да. Разве это не потрясающе? Нет, такой маленький. Потрясающе. Это полностью изменило его жизнь. Это потрясающе. Вы полностью изменили его жизнь. Каждый раз, когда ему хотелось потянуться к бутылке, он тянулся к одной из ваших книг или кассете, или девяти, не важно. И полностью освободился от алкоголизма и стал воином для Бога и Духа Святого. И Ходячий Библии. Слава Богу. Все изменилось. Все это изменило весь ход нашей жизни. Вот что так здорово. Да. В жизни и хождении в вере. О, безусловно. Божественные контакты. Да. И ты не знаешь, куда они приведут. Мы многие годы смотрели ваши передачи. Поэтому быть сейчас здесь с вами, об этом можно было только мечтать. Это честь. Слава Богу. И для нас, конечно же, честь то, что вы здесь. Расскажите нам немного свою историю. Я нейробиолог и изучаю когнитивные познавательные способности и проблемы, связанные с коммуникацией. Поэтому я изучала мозг, как вы сказали, и как то, что мы говорим и что мы делаем, отражается на том, что мы думаем. Поэтому я изучала мыслительную деятельность. Как мы мыслим. Что такое ум. Как ум изменяет мозг. Как ум вводим духом. Что собой представляет эта связка дух-душа-тело. И я смотрела на это с духовной точки зрения. И затем, как ученый. Я смотрела на это в целом, как ум изменяет мозг. Потому что я вижу ум и мозг, как отдельные вещи. Я 30 лет занималась научно-исследовательской работой. Я сделала много научно-исследовательских проектов. Мы и сейчас занимаемся научно-исследовательскими проектами. Я 25 лет была практикующим врачом. И вот последние 6 лет я езжу по всему миру, уча о связи между наукоизучающей мозг и Библией. И у меня сейчас есть своя телепередача. По сути, это все, что я сейчас делаю. По 4 или 5 дней в неделю я на конференциях. Очень часто по воскресеньям я проповедую в церквях. Если бы вы сказали мне несколько лет назад, что я буду это делать, я никогда о таком и не мечтала. Потому что я была преподавателем, ученым, практикующим врачом. Сейчас я учу об этом по всему миру. И я проповедую, как я уже сказала, очень часто по воскресеньям в церквях. И учу людей, что у нас есть любовь, сила и здоровый ум. Что это нормально. Что мы можем выбирать. Что мы можем контролировать. Что мы можем избирать жизнь. Мы можем радоваться, несмотря на обстоятельства. Что то, что говорит Слово Божье, действительно истина. Знаете, наука является замечательным, осязаемым мостом между духовной и практической реальностью жизни. Потому что мы берем Слово Божье. И мы верим Ему. И вы любите Его. А затем в реальной жизни вы должны избирать жизнь. Иногда нет связи. И я вижу, что благодаря науке можно замечательным образом построить мост между первым и вторым. Я родилась выше много лет назад. Мне было 9 лет, когда я родилась выше. Поэтому я практически всю свою жизнь была христианкой. Поэтому для меня это вполне естественно, как для ученого, соединять ее со Словом Божьим, потому что Бог все сотворил. Поэтому я рассматриваю науку как то, через что Бог открывает, как Он все сотворил, как работает наш мозг, как мы функционируем физически, как функционирует физический мир, чтобы помочь нам приблизиться к Богу. Поэтому во многом я рассматриваю науку именно таким образом. Научный мир в общем и целом проигнорировал Слово Божье. Да. Но все потому, что им потребовалось много времени, чтобы нагнать его. Именно. Отстала не Библия. Нет, вовсе не она. Отстали они. И они по-прежнему отстают. Но если бы они начали со Слова Божьего, они продвинулись бы намного дальше, чем они пока продвинулись. Совершенно верно. Потому что старые научные открытия одно за другим умирают. Поэтому, когда что-то открывается, тогда возникает что-то новое, и что-то приходится изменять. И что-то постоянно продолжает изменяться. Понимаете, они принимают науку как что-то фактическое. Все оно так. Вот доказательства. Через пять лет это оказывается полностью неверным, и возникает что-то новое. Как будто Бог вдохновляет и открывает мало-помалу. Поэтому Он вдохновляет ученых открывать. Но если они не признают, тогда Он открывает следующий уровень и следующий уровень. И сейчас в научном мире происходит что-то беспрецедентное, чего раньше не происходило, а именно порядка 20%. Я думаю, что от 20 до 25% ученых, которые не верили, сейчас начинают верить. Потому что наука выходит на настолько революционный уровень, что традиционный эволюционный подход просто не работает. И большинство ученых скажут, если вы спросите у них, зачем они делают то, что они делают, те, кто занимается квантовой физикой, и другие действительно умные люди, если вы спросите у них, какова ваша цель, они всегда отвечают, мы пытаемся узнать, кто мы и откуда мы пришли, что возвращает нас к тому, что вы только что сказали. Мы знаем, кто мы, и мы знаем, откуда мы пришли. Мы от Бога. Понимаете? Поэтому, как сказано в первой главе Колоссянам, я думаю, это с 15 по 18 стихи, мы все пришли от Бога, мы все одно с Богом, и именно на это указывают все признаки. Вот почему мне это нравится. Слава Богу. Потрясающе. Аминь. Вы затронули. Действительно. Помоги мне, Господь. Откровение Слова Божьего. Такое, как пленяя всякое помышление в послушании Христу, или в послушании Его помазанию, и не спровергая замыслы, аргументацию во втором Коринфянам. Да, 10-5. В 10 главе, в 3, 4 и 5 стихах. Где говорится о том, что оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. И я увидел в Слове Божьем то, что мы были сотворены иметь твердыни, но нашей твердыней должно быть Слово Божье. Нашей твердыней должно быть хождение в любви Божьей и в силе прощения. Это наделенные силой вещи. Они сильные. Вот это слово, переведенное как «сильные», означает способность совершить что угодно, возможное или невозможное. В буквальном смысле, помазание живого Бога, которое пребывает в нас. И это означает, что твердыня чего-то другого, о чем Бог не сотворил нас думать и помышлять. Думайте только о том, что является хорошим, справедливым, любезным, достославным, что только добродетели, похвала и так далее. Когда вы выходите за пределы этого, вы оказываетесь в опасной зоне. И затем ко мне попала ваша книга. Я сидел и читал ее, и я думал, «О, да». И вы там пишете о том, что наш мозг создан для любви и прощения. Здорово, разве не так? Да. Вот что просто шокировало меня. Вы пишете, «Когда вы думаете о чем-то отличном от этого, вы фактически повреждаете свой мозг. Вы физически повреждаете свой мозг». Я подумал, «Оооо». Разве это не удивительно? Есть так много открытий. Я прихожу в восторг каждый день. Именно для этого у меня здесь есть эти деревья, чтобы подчеркнуть то, что вы только что сказали, поскольку вы отметили действительно хорошую отправную точку для понимания этой концепции. Потому что, как вот это зеленое дерево представляет зону любви, поэтому, если вы думаете о том, что мы созданы для любви, у нас есть дух любви, силы и здравого ума. Поэтому это зона любви. У нас нет духа страха. Это зона страха. Итак, это зона любви, а это зона страха. Мои мысли — это что-то реальное. Они занимают реальное место, потому что Бог говорит, пленяйте всякое помышление, всякую мысль. Поэтому с точки зрения науки мы видим следующее. Сейчас, когда вы меня слушаете, я генерирую сигнал. С квантовой скоростью ваш мозг обрабатывает этот сигнал. Это активирует вашу ДНК и запускает процесс синтеза белка, который физически захватывает слова, которые вы слышите, как я говорю. И поскольку мы говорим слова жизни, мы формируем здоровые мысли. И мы предназначены формировать именно здоровые мысли. Все, все химические вещества, нейромедиаторы, структура, приводящие пути, все, связанное с мозгом и телом, создано только для зоны любви, любви, силы и здравого ума. Поэтому, когда вы делаете неправильный выбор, белок по-прежнему синтезируется, ДНК по-прежнему активируется. То есть этот сигнал по-прежнему активирует ДНК, в результате чего запускается синтез белка. Но белок приобретает неправильную структуру, поскольку мы не предназначены для искаженного сигнала. Поэтому, когда мы делаем неправильный выбор, такой сигнал заставляет белок приобретать неправильную структуру. То есть мы по-прежнему формируем мысль, поскольку так оно предназначено Богом. Это просто представляет собой разум, ум. Ум управляет мозгом. То есть мозг попросту как фотокопировальная машина. Он захватывает, фиксирует мысли. И если это искаженный сигнал, тогда белок приобретает неправильную структуру. То есть мы по-прежнему формируем мысль. Но в мозге она выглядит по-другому. И это отклоняется от нормы. Такова модель повреждения мозга. И я смогу поговорить об этом больше, по мере того, как мы будем разбирать другие моменты. Но суть в том, что она выглядит по-другому. Она воспалена. И из-за этого тело подвергается негативному стрессу. Поэтому это, по сути, повреждение мозга. Это нейродегенерация в нашем мозге, которая приводит каждый токсичный выбор. И в послании к римлянам 12.2 говорится об обновлении ума. Когда мы обновляем наш ум, тогда, по сути, мы можем пленить их все. Мы можем нашим правильным мышлением пленить их и в буквальном смысле слова разрушить их. То есть посредством своего ума мы можем формировать, создавать их. И посредством своего ума мы можем разрушать их. И это требует времени. Требуется 21 умноженное на 3. То есть требуется 63 дня, чтобы удалить эти вещи из своей головы. Поэтому мы не связаны ими. То есть что мы подключаем, мы можем и отключить. Требуется 21 день, чтобы проложить новые пути. Да, 21 день, чтобы разрушить одно. Затем еще 21 день. Два цикла по 21 день, чтобы создать другое. По мере того, как вы разрушаете, вы формируете, создаете здоровую замену. И затем требуется еще 21 день. Два цикла по 21 день. То есть всего 63 дня, чтобы, по сути, сформировать новый путь. Должно быть, это имеет огромное влияние на хронические заболевания. О, безусловно, невероятное. Оттуда оно и исходит. В обоих этих случаях, когда я сейчас сижу и смотрю на одно и на второе, у вас не просто есть мысли. Они будут порождать слова. Совершенно верно. Потому что слова порождаются мыслями. Слова не являются какими-то случайными событиями. Сначала мы думаем, затем мы, каковы мысли в душе человека, таковы и он. И когда вы говорите их, они становятся реальностью. Именно. Там они и так являются реальностью. Но когда вы говорите их, вы усиливаете их. Они становятся больше. Они становятся сильнее. Вы наделяете их большей силой. Когда вы говорите слова, Иисус сказал, я говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Именно. То есть Иисус получал свои слова от Бога. Он говорил только то, что слышал, как говорит его Отец. Он делал только то, что видел, как делает его Отец. Поэтому его мысли подпадали под 55 главу книги пророка Исаия, в которой Бог сказал, мои мысли выше мыслей ваших. Мои пути выше путей ваших. Да. Но он потом не сказал, ну, я знаю, что все это так, глупцы, но вам просто придется. Нет, нет. Он сказал, но мое слово исходит. Поэтому с его словом мы поднимаемся на его уровень мыслей. Да. Мы используем его слово, чтобы делать операцию на головном мозге. Мы используем его слово, чтобы уничтожать это. Только подумайте, насколько точным является Слово Божье, когда говорит об обновлении вашего ума. О, да. Это то, что вы делаете. Вы обновляете. Да. И обновляя свой ум, вы не сообразуетесь с этим миром, но преобразуетесь обновлением ума вашего. Слава Богу. Слава. Это удивительно. У нас осталось буквально 3-4 минуты. И есть что-то, о чем я хотел спросить вас с тех пор, как прочитал ту вашу книгу, которая первой попала ко мне в руки. Да. Когда Лазарь лежал у ворот богача, богач першествовал блистательно. Они оба умерли. Богач пошел в ад. Он увидел оттуда отца Авраама. И Авраам сказал ему, сын, вспомни. То есть, его мозг вместе с телом остались где-то там, в земле. Его дух в аду. Но его память не была повреждена. Вот вы о чем. То есть, его память, его ум, который является частью души, они не повреждены. Не повреждены. Дух, душа, тело. Да. Итак, мозг и ум — это две разные вещи. Две разные вещи. И я читал об этом в вашей книге. И вы научно доказали, что это две разные вещи. И я всегда знал, что это так. Но мы имеем дело с откровением и наставлением, заповедью. Вы имеете дело с открытием и научным фактом. И если научный факт согласуется с Библией, это научная истина. Но в любом случае, я очень хотел услышать вас на эту тему. Если мы не успеем договорить об этом сегодня, что ж, я хотел бы более подробно поговорить об этом. Да, хорошо. Возможно, завтра. Разница между умом и мозгом. Очень хорошо. Будет хорошо поговорить об этом. Это одна из моих любимых тем. Чтобы лучше это выразить, как я уже сказал, как служитель Евангелия и Пророк Божий, я имею дело с откровением и пониманием, озарением, и затем это нужно как-то выразить словами. Понимаете? Это концепция и наставление. Потому что я не ученый. Но я бы сказал, что вы являетесь духом. У вас есть душа, состоящая из вашего разума или ума. Вашей воли и ваших эмоций. И вы живете в теле. И мозг — это жилище ума. Совершенно верно. Это? Да, дух, душа и тело. И ваш дух — это ваша интуиция, ваша совесть, ваша коммуникация. Ваша душа — это ваш интеллект и эмоции. И затем ваш мозг и ваше тело. Также формируют три части. Эктодерму, мезодерму, эндодерму. Также три части. Но это просто ваш мозг и тело. Мозг управляет телом, исполняет волю души. Душа исполняет волю духа. А дух — Вадим Духом Божьим. Вот где мы предназначены быть Вадимом и Духом. Духом Святым Вадим — Дух человека. Духом — душа, душой тела. И когда нет этого порядка, чтобы люди не пытались и не говорили, мертвый мозг не может породить ум. Если кто-то мертв, этот мозг уже ничто. Но если на протяжении жизни все три составляющие связаны в правильном порядке, это деятельность и жизнь, которую мы можем видеть в работе ума. Поэтому мы можем описать ум на духовном и на физическом уровне. Потому что ваш ум, будучи вашей душой, являющейся вашим интеллектом и эмоциями, одной ногой стоит в дверях духа, одной ногой — в дверях тела. Поэтому то, что мы делаем с нашей любовью, силой и здравым умом, будет влиять на физическое, и оно будет влиять на духовное. В Библии сказано во втором стихе третьего послания Иоанна, «Я хочу, чтобы ты был здоров на уровне духа, души и тела. Я хочу, чтобы ты преуспевал. Твоя душа должна преуспевать. Душе нужно преуспевать». Как преуспевает душа твоя? Как преуспевает душа твоя. Поэтому, если ваш ум не преуспевает, ваше тело не будет преуспевать. Ваш дух не будет преуспевать, потому что посредством своего ума мы выбираем читать Слово Божье. Посредством своего ума мы выбираем обращаться к Слову Божьему. Мы выбираем слушать это. Наше время подошло к отцу. И наше время подошло к отцу. Мы вернемся через минуту. Слава Богу! Да, вам нужно знать, кто выключил ваш мозг. Кто виноват? Да, кто? Кто виноват? Кто это сделал? Кто мне это сделал? Вы это сделали. Я это сделал. Аминь. Но если мы его выключили, мы можем... Вы можете включить его. И вот в чем вся суть. У доктора Кэролен Лив есть книга, которая называется «Кто выключил мой мозг?» Контролируя токсичные мысли и эмоции. И вот что поразило меня. 87% болезней, которые мучают нас сегодня, является прямым результатом нашего мышления. Если вы знаете что-то о Слове Божьем, вы будете это знать. Но в основном люди это не знают. То, о чем мы думаем, влияет на нас физически и эмоционально. Это эпидемия токсичных эмоций. Мы говорим о том, что изменяет вашу жизнь. Это физически изменит ее, потому что я узнал об этом от нее. Я знал, что говорил об этом Слово Божье, но затем, от доктора Лив, я узнал науку этого. Тот факт, что ваш ум изменит вашу ДНК. Вы не связаны той ДНК, которую вы получили от своей мамы и своего папы. Вы можете изменить ее. Я узнал об этом от Бога и Слова Божьего. В нашем духе у нас есть ДНК Бога. Да. Но я не знал. Я не понимал этого с вашей точки зрения, что можно на самом деле изменить эту физическую ДНК. Аминь. Поэтому найдите для себя эту книгу. Присоединяйтесь к нам на этих передачах. Это нужно начать делать прямо сейчас. Вы понимаете? Мой папа говорил «сей час». И когда он говорил «сей час», это означало, что тебе лучше браться за дело. Аминь. Отец, мы молимся за каждого телезрителя. Спасибо тебе, Господь. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. До завтра. А пока мы, Кеннет, Кэролайн и Глория, напоминаем вам, что Иисус – Господь. Здравствуйте. Это передача «Победоносный голос». Верующего я, Кеннет Копланд. Давайте помолимся и сразу приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Спасибо, Господь. Отец, мы прославляем Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы открываем свои уши. Иисус, Ты снова и снова говорил, когда был на этой земле. Кто имеет уши слышать, да слышит. Что ж, Господь, мы имеем уши слышать. Спасибо, Господь. Мы берем это. Мы открываем сейчас наши уши во имя Иисуса. Да, спасибо, Господь. И мы благодарим Тебя. И мы прославляем Тебя за откровение с небес. Аминь. Аминь. Слава Богу. Давайте вместе поприветствуем нашего гостя, доктора Кэролайн Лив. Спасибо. О, это такое благословение, то, что вы здесь. Добро пожаловать. Мы так рады, что вы здесь. Спасибо. Так здорово быть здесь. Эта женщина поставила на уши научный мир, слава Богу, потому что, помимо всего прочего, она не эробиолог, но она в служении. Она начала со Слова Божьего и затем начала заниматься научной деятельностью в области науки, связанной с мозгом. И она знает о мозге столько же или даже больше, чем кто-либо из живущих сегодня. И позвольте мне уточнить это, потому что Господь показал мне это в отношении ее. И это исходит из того факта, что она знает Слово Божье. Благодаря этому она находится впереди всех остальных ученых, изучающих мозг, которые не знают Слова Божьего, поскольку Слово Божье уже истина. Аминь. Если вы начинаете заниматься чем-то, зная, что Слово Божье истина, и Библия права, и научно правильно, и наука нагоняет ее, и чем больше у нас есть откровения Слова Божьего, тогда тем больше у ученых есть откровения науки. Но все возвращается к телу Христову. Мы ходим в Слове Божьем и в откровении Слова Божьего, особенно последние 50 лет, больше, чем какое-либо другое поколение со времен Адама. Аминь. Поэтому, чем больше тело Христово принимает верой и ходит в том откровении, которое приходит на землю Духом Святым, тем больше доступно ученым, независимо от того, знают они Бога или нет. Они не знают, откуда к ним приходит какая-то идея. Но они думают, о, посмотрите на это. Но это всегда Бог. Всегда Бог. Но когда в чем-то пытается разобраться рожденная свыше, крещенная Духом Святым, живущая, говорящая, исповедующая Слово Веры, чадо Божье, она всегда впереди. Потому что она слышит от Духа Божьего, и Господь может сказать ей, в чем здесь истина. Благодаря этому она на шаг впереди тех, кто исследует и застревает в том, что не является истинным. Она говорит с тем, кто сотворил этот мозг. Да. Аминь. Здорово. Да. Здорово. Она говорит с Творцом. Да. И Он открывает. Аминь. Да, аминь. Добро пожаловать, Каролай. Давайте вернемся к нашему базовому месту Писания во 2 Тимофея в 1 главе 7 стихе. «Ибо дал нам Бог Духа небоязни». Нет. Позвольте мне прочитать вам, как он звучит буквально. «Ибо Бог не дал нам Духа страха, но Он дал нам Дух силы, Дух любви и Дух здравого ума». Да. Если ваш ум полон страха, он не является здравым. Вы можете думать, что у вас здравый ум. Ну, знаете, с моим умом все в порядке. Но если у вас действует страх, у вас нездравый ум. И это фактически будет влиять на ваш мозг. Это в буквальном смысле приведет к повреждению мозга. Я узнал это от доктора Лив и говорю вам. Знаете, что мы делаем? Мы начинаем жить по-новому. Мы узнали здесь кое-что очень хорошее. Аминь. Аллилуйя. И в заключение прошлой передачи мы говорили о том, что открыл Иисус, когда сказал, «Был богатый человек, который каждый день пиршествовал блистательно». «И Лазарь лежал у ворот его в струпьях». И так далее. Они оба умерли. И Лазарь был отнесен на луна Авраамова, а богач пошел в ад. И он поднял глаза свои и увидел отца Авраама. Да. Он узнал его. То есть он знал больше, чем он знал при жизни на земле. И Авраам сказал, «Сын, вспомни, когда ты был на земле». То есть его память... Не была повреждена. Не была повреждена. То есть она находилась не просто в его мозге, поскольку его мозг лежал где-то в могиле. Именно. Разлагался. Да, его больше не было. Но память осталась. Да. Поэтому есть очень четкое разделение между умом и мозгом. Ум использует мозг. Да. Поэтому если ум использует мозг, значит он может физически изменять мозг. Да. И именно от этого я пришел в такой восторг, потому что... Могу я коротко о чем-то сказать? Да, конечно. Я пришел сюда, чтобы послушать вас. Мне нравится вас слушать. Мне кажется, ты все равно нам это скажешь. Вы приехали сюда не для того, чтобы слушать меня. И я хочу... Я люблю вас слушать. Я все равно вам это скажу. У меня золотая ручка, поэтому я главный. Я заметил, когда мне исполнилось 70 лет, в семье моей мамы, на которую я очень похож... Да. Все они, о ком я что-либо знаю, на протяжении нескольких поколений не жили дольше, за исключением моей прабабушки. Но она, по сути, была не по мужской линии той семьи. Моя мама умерла в 77 лет. Мне сейчас столько лет. Да. Ее отец, если идти дальше по этой линии, они умерли в 74, в 75, в 76 лет. И я заметил, что мое физическое тело начало сдавать. Я помолился об этом. Да. И противостал этому. И я спросил об этом у Господа. Я спросил, что происходит? И он сказал, твое тело пытается следовать за своей ДНК. Естественной ДНК. И я вижу, изучив вашу работу, что можно на самом деле изменить свою ДНК. Да. Но если все делают одно и то же из поколения в поколение, у них с годами будет одна и та же ДНК. Это не просто то, что они унаследовали от своих родителей. Да. Поэтому он сказал, но раз ты был рожден свыше не от тленного семени, но от Слова Божьего, которое живет и пребывает во век, в твоем духе у меня есть моя ДНК. И Бог сказал, если ты ухватишься за эту истину и будешь говорить Слово Божье в отношении этого, ты изменишь исход этого. Вы все измените. И понимаете, я тогда еще не знал, что я мог изменить свою ДНК посредством своих мыслей и слов. Но я заметил, что когда я это сделал, моя духовная ДНК арестовала этот процесс, и я уже прожил дольше, чем обычно жили в той семье. И я принял решение перед Богом прожить на этой земле 120 лет. Пусть будут дни их 120 лет. Сказано в Бытии 6.3. Поэтому, Слава, тот научный факт, что вы на самом деле изменяете свою физическую ДНК, когда вы верите и говорите те мысли и слова, которые приходят от Бога, делает что-то с этим. Да. В книге Экклезиаста 7.29 говорится, я сотворил их совершенными, но они избирают идти своим путем. Поэтому мы берем это. Я сотворил их совершенными, правыми, добродетельными. Они избирают идти своим путем. Возьмите Второзаконие 30.19. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Беззаконие отцов достигни до третьего и четвертого поколения. Но мы не ответственны за грех нашего Отца. Поэтому есть целая модель. У нас есть любовь, сила и здравый ум. И если я возьму хотя бы эти несколько мест Писания, и мы посмотрим на тот факт, что мы сотворены по образу Божьему, мы сотворены с любовью, силой и здравым умом, а не с духом страха. Это наше нормальное состояние. Для нас это нормально, естественно, то, что мы сотворены совершенными, способными делать правильный выбор, предназначенными действовать заодно с Богом, сотворены по Его образу. Поэтому наш дух совершенный, мы знаем. Также Бог дает нам душу, которая является способностью выбирать. А также у нас есть физическое тело. И тело должно действовать по приказанию души, которая должна действовать по приказанию духа, который предназначен быть Вадимом Духом Божьим. И как вы знаете, если вы не рождены свыше, ваш дух не возрожден. В таком случае у вас есть душа, которая ничем не Вадима, поскольку дух не возрожден. Поэтому мы должны родиться свыше, мы должны возродить наш дух. Но если мы берем человека, который не возрожден, мы имеем только душу и тело. И душа по-прежнему является интеллектом и эмоциями. Душа — это наше мышление, выбор и чувство, и она реагирует на события и жизненные обстоятельства. Поэтому у человека есть эта способность реагировать, думать и выбирать. Мы будем реагировать независимо от… Именно такими сотворил нас Бог. Мы будем реагировать на этот мир. Мы будем реагировать. Любая наша реакция изменяет ДНК. ДНК активируется и формирует то, для чего наше тело и создано. Поэтому, независимо от того, рождены вы свыше или нет, ваше тело создано для любви, потому что так устроил Бог. И когда мы делаем неправильный выбор, мы формируем вот это. Когда мы рождены свыше, тогда у нас есть возрожденный Дух, водимый Духом. Поэтому, когда мы делаем свой выбор, у нас теперь есть эта способность руководить нашим выбором. Мы живем, и мы сталкиваемся с какими-то жизненными обстоятельствами. И мы можем выбирать. У нас есть эта любовь, сила и здравый ум, чтобы выбирать, даже без возрожденного Духа. Когда мы выбираем, мы вынуждаем ДНК изменяться. Наш выбор — сигнал нашего ума. Изменяет полностью. Слава Богу, это хорошая новость. Поэтому те мысли, которые есть сейчас в нашем мышлении, прямо в этот момент оказывают воздействие на каждую клетку нашего тела. Эти мысли, то, о чем мы сейчас думаем, оказывают воздействие на тех, с кем мы сейчас состоим в родстве. Несмотря на то, что мы не можем видеть, что происходит в Духовном мире и в Квантовом мире, которое я чуть позже объясню, каждая наша мысль оказывает воздействие на нашу душу плюс на тех, с кем мы состоим в родстве, поскольку мы вовлечены в жизнь друг друга. Это также влияет на будущее поколение, потому что мысли от нашего отца, нашего дедушки, нашего прадедушки и нашей мамы проникли через сперму и яйцеклетку. Поэтому те мысли, которые у нас есть, по мере того, как мы живем, которые мы встраиваем в свою голову, по сути, передаются через сперму и яйцеклетку следующим четырем поколениям. Они передаются следующим четырем поколениям. И это воздействует на клетки. Это оказывает воздействие на клетки. Фактически, оно захватывается внутрь. Каждая наша мысль оказывает воздействие на от 75 до 100 триллионов клеток в нашем теле. То есть она захватывается, как что-то физическое. Она передается через поколения. Она передается... И вот хорошая новость. То, что передается через поколения, заархивировано. Могу я использовать это, чтобы продемонстрировать? Вот что-то от вашей прабабушки. Прапрабабушки. Прадедушки. Что передалось через сперму и яйцеклетку. Вот мысль, заключенная в белок. Она заключена в белок. Она является бездействующей. Она не будет ничего делать, пока вы не скажете. Мой папа умер в 77 лет. Мой дедушка умер в 77 лет. Эта мысль страха является сигналом ума, который идет и разархивирует. И теперь у вас все преломляется через то, что вы умираете в 77 лет. То есть она активирует этот ген. Но если я этого не делаю, этого не происходит. О, мы знаем. Здорово. Помнишь Джимми Хестера? Он многие годы был пастором в Арлингтоне. Наш хороший друг. Замечательный человек. Мы оба любим кататься на мотоциклах. Я зашел в мотоциклетный магазин что-то купить. И Джимми сидел там около прилавка. Это было много лет назад. И он сидел на стуле около прилавка. Потому что разговаривал с кем-то по телефону. И он помахал мне, чтобы я подошел. Он закончил говорить по телефону. И он сказал, «Я только что получил результаты медосмотра, который я прошел. И мне нужно поблагодарить твою маму». Я спросил Джимми, «О чем ты говоришь?» Он ответил, «Мой папа, мои братья, мой дедушка, мой прадедушка, они все умерли из-за проблем с сердцем. И моя мама говорила мне, тебе нужно быть внимательным, потому что у всех мужчин Хестеров проблемы с сердцем, и они все умирают молодыми». Это сигнал, который она произносила. И если вы принимаете это, когда взрослый говорит что-то ребенку, ребенок верит взрослому. То есть вы можете в буквальном смысле сформировать это. Он верит этому. В этом-то и суть. Он сформировал одно из этих. Он в буквальном смысле поверил. Он в буквальном смысле активировал это. И у моей мамы была молитвенная группа. Всегда у нее была молитвенная группа. Как замечательно. И она становилась такой большой, что в ее доме уже не хватало места. И она передавала ее кому-нибудь, и эта группа превращалась в церковь. И она ждала пару лет, а потом снова начиналось с десяти человек, и группа снова разрасталась. И кто-то привел его на ее молитвенную группу. Это было много-много лет назад. Они привели туда Джимми для молитвы. Моя мама спросила, что такое? Он ответил, ну... И он процитировал ей все те слова. Моя мама спросила, какова истина об этом? Он ответил, леди, я только что сказал вам истину. Мой отец умер от инфаркта, мой дедушка умер от инфаркта, мой прадедушка умер от инфаркта. И мужчины Хестеры долго не живут. И у меня сейчас проблемы с сердцем. Она сказала, я попросила вас сказать истину об этом. Он сказал, леди, я только что сказал вам истину об этом. И он сказал, Кеннет, она схватила меня за голову, она схватила вот так мою голову, она в буквальном смысле ударила его по ушам. Вот так. Она сказала, 3, 4 и 5 стихи 53 главы Исаии, вот истина об этом. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, и ранами его мы исцелились. Вы понимаете истину об этом? И он сказал, я сидел там просто в шоке. Я сказал, да. Она увидела над ним смерть. И она проговорила в отношении этого. Она должна была прямо тогда это изменить. Ей некогда было разбираться с этим. Моя мама была сильной молитвенницей. Она действовала в даре развлечения духов. И она увидела это. Она увидела над ним эту смерть. И он сказал мне, она сдавила мне голову, и она за минуту изменила мое мышление. Наверное, ты знал, о чем он говорил, когда сказал, она сдавила мне голову. О, да. Она ударяла вас по голове вот такими руками. И... Больно. Знаете. Но она прорвалась через это. Она прорвалась. И понимаете, вот в чем суть. Он должен был получить в своем уме этот сигнал. Он должен был получить те слова. Оно до этого было экранировано. И затем он должен был сделать выбор. Да, именно. Поэтому она проговорила в него эти слова жизни. Но он все равно должен был выбрать поверить ей. Он мог бы выйти оттуда и сказать, ненормальная старушка. Или же мог сказать, хорошо, это действительно реальность. И тот факт, что с ним этого не произошло, означает, что он принял это. Он позволил этим словам пойти и разрушить это. Другими словами, это было брошено в огонь. Вместо того, чтобы быть открытым и активированным, оно было физически уничтожено. Потрясающе. Это та сила, которая у нас есть. Мы можем активировать это и жить, исходя из этого. Или же мы можем уничтожить это. И это все через наш ум. Это все через мысли, через то, о чем мы думаем. И если мы действуем заодно с Богом, мы будем говорить правильные слова. Вот видите, понимаете, он уничтожил это. Не обязательно, что все это произойдет. Иисус, спасибо тебе за твое слово. Это так здорово. Разве это не удивительно? И так мы можем уничтожить это. Мы не связаны этим, в этом вся суть. Это передается через поколение. Но оно является бездействующим, и мы можем либо уничтожить это, либо активировать. Поэтому все, что мы говорим и делаем, первоначально является мыслью у нас в голове. И Бог дает нам этот потрясающий дар, быть способными думать и выбирать. Мы достаточно выдающиеся. У нас есть способность обрабатывать входящую информацию из мира снаружи, активировать ДНК, и она улавливается. А затем мы живем, исходя из того, что мы формируем. И так наш ум обрабатывает информацию. Она улавливается и выделяется энергия. И именно этим определяется то, что мы говорим. Я сейчас говорю. Вы говорите. Вы не говорите просто так от ничего. Вы говорите от или исходя из физических мыслей, состоящих из белка и всевозможных химических структур внутри нашего мозга, которые выглядят как деревья. Подумайте об этом месте Писания. Откровение 22.2. Листья деревьев для исцеления народов. То есть листья, которые мы формируем на наших деревьях, предназначены либо для исцеления, либо для разрушения. И это тот выбор, который у нас есть. Поэтому мы не связаны грехами нашего отца. И мы называем это эпигенетикой. Наука эпигенетика. Приставка «эпи» означает «над», «выше», и указывает на то, что наш ум контролирует генетику. Потому что то, что мы живы, что мы сидим и разговариваем здесь сегодня, все это благодаря тому, что наши гены находятся в активном состоянии. Но гены – они как аппаратное обеспечение компьютера. Например, этот телефон не будет ничего делать, если я, по сути, не заставлю его что-то делать. Поэтому мой ум является тем сигналом, который фактически активирует гены. Гены – они как маленький компьютерный чип. Они не будут ничего делать, пока вы не включите компьютер и не начнете их активировать. Поэтому ваш ум, умственная деятельность, является этим сигналом. От 75 до 98% заболеваний сегодня являются результатом нашего мышления. Другими словами, физические заболевания являются результатом нашего мышления. Науке известно, что до 98-99% того, что происходит в нашем теле, управляется сигналом нашего ума. Остальные от 2 до 5%. Что-то порядка этого. Являются результатом того, что мы едим, вдыхаем и что мы принимаем через препараты. Другими словами, химических веществ. То есть, другими словами, большая часть силы того, как мы функционируем, является результатом нашего мышления. А в естественном мире они всё перевернули. Они пытаются управлять всем... Через физическое. Тем, что они едят. И лекарствами. Свои программы физических упражнений. Лекарствами, препаратами, медициной. Через приём химических препаратов. Да. 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 Есть повреждения. И затем вы пытаетесь контролировать это с помощью химических препаратов. Но химические препараты... О, спасибо тебе, Господь, что напомнил мне об этом. Я молюсь. О, Бог, исцели меня. И у меня есть лекарство, которое пытается работать. Но в своём мышлении, в своих словах... Я продолжаю говорить. Я болен. Я порождаю войну... Да. ...между моим телом и этим лекарством. И это называется когнитивным диссонансом в мозге. Как? Скажите ещё раз. Когнитивный диссонанс. Другими словами, все 95-99% определяются тем, что вы думаете. И лишь на 1% определяется тем, что вы говорите и что вы делаете. То есть, другими словами, то, что на самом деле произойдёт, основывается на том, что вы думаете в своём подсознании. Вот почему так важно сказанное в Иакова 1.21. Насаждаемое слово спасёт вашу душу. Поэтому то, что мы сеем в своём уме, будет определяться тем, что мы говорим. И мы можем говорить. Мой Бог восполнит все мои нужды. Мой Бог исцелит. Но мы думаем. Для меня это не работает. Я в действительности не верю Слову Божьему. И мы говорим это просто потому, что должны это говорить. Вы говорите это без какой-либо веры. Именно. За этими словами не стоит никакой силы, чтобы подкрепить их. Именно. А сила — это 95%. Сёстры, наше время подошло к концу. Мы не хотим этого слышать. Мы ещё не закончили. Я знаю. Я тоже ещё не закончил. Мы вернёмся через минуту. Здравствуйте. Я Кеннет Копланд. Это передача «Победоносный голос верующего». Давайте помолимся, и мы сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы благодарим тебя. Мы прославляем тебя и поклоняемся тебе, Господь. И мы открываем свои глаза и свои уши, чтобы видеть и слышать с небес. Для слов, которые приносят на землю небеса. И мы благодарим тебя за это. Мы воздаём тебе честь и хвалу. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Давайте вместе снова поприветствуем сегодня доктора Кэролайн Лив на нашей передаче. Скажу вам. Добро пожаловать, Кэролайн. Я рада быть здесь. Спасибо вам. Мне так нравится то, что Бог открывает через вас. То помазание, которое Бог поместил в вас и на вас. Брать Его Слово, брать откровение Его Слова, и затем обращаться к науке, которая открывает Слово Божье. Когда наука и Слово Божье соединяются вместе, у вас есть не просто научные факты, у вас есть научная истина. И это важно. Это здорово. Здорово. Это очень хорошо. Это действительно сегодня важно. И говорю вам, эта женщина, она поставила на уши научный мир, особенно в одной очень-очень открывающей глаза теории, которую дал ей Господь из Слова Божьего. И затем она научно доказала её. И я даже... Слава Богу. Не знаю, как говорить об этом. Это так здорово. Аминь. И ты как говорил, Брат Хэгген, и пусть моя жена расскажет вам всё об этом. Или как-то так. Аминь. В любом случае. Потому что он не знал. Давайте откроем сегодня наши Библии на четвёртой главе послания к филиппийцам. И мы начнём читать шестого стиха. Не заботьтесь. То, о чём мы будем сегодня говорить, является очень важным. Вот это слово «заботиться» означает быть наполненными озабоченностью или беспокойством. Беспокойство. Всякое беспокойство основано на страхе, а не на вере. Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и прошении. С благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума или всякого понимания, соблюдёт сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. «Наконец, братья, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Итак, если Слово Божье говорит нам, о чём именно помышлять и думать, это значит, что у нас есть власть и право выбора. Мы можем думать об этом независимо от того, хочется нам об этом думать или нет. «Ну да, брат Коплант, но что это меняет?» Что ж, позвольте мне вам сказать, что это меняет. Если Слово Божье говорит это, это что-то меняет. Потому что то, о чём вы думаете, попадает в ваше сердце. И это то, что вы начинаете говорить. А что вы говорите, то и осуществляется. И всё это, весь этот процесс, который является духовным процессом, оказывает физическое воздействие на мозг. мышление управляет мозгом, а мозг посредством химических веществ управляет физическим телом. Вы меня сейчас слушаете? Понимаете, медицина знает, что у тела есть химические вещества и всё остальное. И оно высвобождает определённые химические вещества и происходят определённые вещи. Но они не понимали влияния мозга. Мозг повреждается своими же мыслями. Физически повреждается своими же мыслями. Аминь. Это, пожалуй, всё, что я скажу, потому что я хочу передать слово человеку, который знает, как это происходит, почему это происходит и что с этим делать. Слава Богу! О, это так здорово! Когда я читал вашу книгу, которая первой попала ко мне в руки... Да. Там были картинки, на которых было показано, что происходит внутри человеческого мозга под воздействием определённых мыслей, а затем под воздействием противоположных мыслей и так далее. И что есть определённые мысли, которые на самом деле повреждают мозг. Безусловно. Вот это местописание, которое вы прочитали. Знаете, я цитировала это местописание с 18-летнего возраста, каждый день. Вот это местописание наряду с другими. Но вот это фактически одно из моих базовых мест Писания, поскольку ум — это то, что изменяет мозг, как мы говорим. И вот в чём суть. Ум управляет мозгом. Мозг не управляет умом. Это удивительно, если задуматься об этом. Итак, ум управляет мозгом. Мозг не управляет умом. Это означает, что наш ум обладает силой и изменяет мозг, что означает, что мы не являемся жертвами нашей биологии. Наша биология может измениться. То, как Бог... Когда вы говорите биологией, вы, по сути, говорите о своей естественной... Да, о ДНК, о частицах размером меньше атома на квантовом уровне, на микроскопическом уровне в нашем теле. То есть, начиная от мельчайших вещей и заканчивая самыми большими вещами, оно всё управляется тем, как функционирует ум. Поэтому, когда мы думаем об этих хороших вещах, когда мы делаем то, что говорит Библия, например, не заботьтесь, мы находимся в той зоне, для которой мы предназначены. Для нас это естественно и нормально. Когда мы говорим что-то из разряда «я несовершенный», «я совершил эту ошибку», «я несовершенный», это неверно, потому что мы сделаны совершенными по образу Божьему. Но мы неправильно использовали свой выбор. Мы неправильно использовали свой ум. И есть последствия, это то, о чём говорит книга «Второзаконие» 30.19. Поэтому нам нужно начать сначала, а именно с того, что мысль — это что-то реальное. И мысль, она как память. Когда Бог говорит «пленяйте всякое помышление, все мысли в послушании Христу и Иисусу», Он не сказал «ну, пленяйте некоторые в понедельник и некоторые во вторник». Он сказал «все». Он сказал «все мысли» на протяжении всего дня. Всё, да. Поэтому мы предназначены действовать заодно с Богом. И в процессе нашего разговора на этих передачах я покажу вам, как мы на самом деле предназначены постоянно вести диалог с Богом, потому что мысли — это что-то реальное, что изменяет физическую структуру. Я верю, что когда мы, стараясь развивать духовную часть нас, находимся в физическом теле, это помогает нам пробудиться и осознать, что когда мы не действуем заодно с Богом, поскольку как только мы делаем неправильный выбор, и мы входим в зону страха, наше тело ощутит это на физическом уровне, потому что наша ДНК изменяет то, как синтезируется белок. Поэтому мысль, когда вы сейчас думаете, когда вы меня сейчас слушаете, вы в буквальном смысле генерируете, и я говорю сигнал. Он поступает в ваш мозг. Я покажу вам первую иллюстрацию, которая поможет вам понять это. Я покажу вам большую картину того, что происходит внутри мозга. И на этой картине мы как бы смотрим на всё глазами мозга. Мы увидим здесь картинку, и это как бы половина нашего мозга. К счастью, мы не выглядим так, но это наши пять чувств. И наши пять чувств являются связью между внешним миром и внутренним миром нашего ума. Мы воспринимаем жизненные события и обстоятельства через наши пять чувств. Они поступают в наш мозг в виде сигналов, электромагнитных и квантовых сигналов. Наш мозг состоит из сотни структур, и есть очень чёткий процесс того, как информация, проходя через мозг, проходит через эту сотню структур. Но мозг просто получает её. Он просто приёмник. Это очень сложный орган. Мы понимаем лишь от 2 до 8% мозга. Это всё, что мы понимаем о мозге. Он весьма сложный, но он должен быть сложным, потому что наш ум весьма сложный, потому что наш дух весьма сложный, потому что мы сотворены по образу весьма сложного Бога. Так что человеческий мозг очень сложный, но он предназначен быть способным хранить в себе мысли ума. Поэтому мысли являются памятью. И так поступает информация, и она обрабатывается в той части вашего ума, которая является подсознанием, являющейся главной частью вашего ума, работающей 24 часа в сутки, совершающей более 400 миллиардов операций в секунду. Поэтому прямо сейчас ваше подсознание работает вместе с вашим сознанием, которое является лишь малой частью вас. Ваше сознание работает тогда, когда вы бодрствуете. И так ваше подсознание работает 24 часа в сутки, очень быстро. Оно не связано пространством и временем. Чрезвычайно быстро, быстрее скорости света, с квантовой скоростью. Ваше сознание ограничено тем, что есть здесь и сейчас. Оно является очень-очень малой частью того, кем мы являемся. И оно ограничено настоящим, прошлым и будущим. Но большая часть нас не ограничена настоящим, прошлым и будущим, поскольку это духовная часть нас, и мы преимущественно духовны. Поэтому, когда вы получаете информацию, как, например, сейчас, через сигналы, мои слова, через мои слова, через все ваши пять чувств, этот сигнал поступает в ваш мозг, и он активирует в подсознании память. И находящиеся в памяти вещи будут в буквальном смысле возникать, всплывать из подсознания, от четырех до пяти семи за раз. Но они возникают, всплывают одна за другой, последовательно. И то, что возникает, всплывает из подсознания, является мыслями, которые мы со временем насадили. Мы думаем, формируя мысли, которые являются памятью, начиная прямо с момента нашего зачатия, прямо с того момента, как мы были зачаты, мы формировали память. Поэтому на протяжении того времени, которое мы находились в утробе, и затем каждый день мы изменяем эту память. Каждый раз, когда мы думаем, поскольку мы думающие, мыслящие существо, мы изменяем то, как выглядят эти деревья, потому что эти мысли выглядят как деревья. И так поступает информация. Это сигнал. Он движется по мозгу. И по мере того, как этот сигнал движется по мозгу, он воздействует на ДНК, которое находится внутри ядра каждой клетки нашего организма в неактивном состоянии. Я использовала вчера эту иллюстрацию. В гидроклетке находятся хромосомы, и если их развернуть, мы получим нити ДНК. Мы можем показать нашим телезрителям эту картинку. И там есть генетический код. И он ничего не может сделать, пока мы не начнем думать. Поэтому сейчас происходит следующее. Поступает сигнал. Вы думаете о моих словах, что заставляет ваши гены, множество генов во всем вашем теле, фактически отвечать на то, что я говорю. И так гены активируются. Гены, по сути, кодируют синтез белка. И поэтому прямо сейчас, очень-очень быстро, со скоростью 400 миллиардов операций в секунду, вы формируете мысли. И все телезрители формируют мысли, которые выглядят внутри мозга, как деревья. Этот сигнал проходит через сотню структур в мозге. И вы формируете мысли об этой информации в своем мозге, которые являются временной памятью. Это временная память, поскольку она сохраняется лишь от 24 до 48 часов, если только мы не стабилизируем ее. Но мы сможем поговорить об этом на другой передаче. И так поступает сигнал. И наш ум активирует этот сигнал. И то, что было в подсознании, переходит в сознание, чтобы помочь нам понять эту входящую информацию. Например, прямо сейчас вы, возможно, думаете о каком-то месте Писания, о каком-то переживании. И когда вы слышите мои слова, это заставляет вас запоминать какие-то вещи. И мы способны одновременно иметь дело с 47 вещами. Поэтому, когда вы меня сейчас слушаете, вы можете общаться с Богом. Вы можете слышать мои слова. Вы можете думать о месте Писания, которое возникает, всплывает из памяти, из прошлого. И вся эта умственная деятельность происходит на супер-быстрых скоростях. И затем вы делаете выбор. И когда вы делаете выбор, это сигнал, который разархивирует, раскручивает эту ДНК. Этот ген активируется. Начинается синтез белка. И начинает формироваться небольшая память. И затем начинают формироваться и вырастать ветки. И информация разрастается. Поскольку каждый из нас уникален, несмотря на то, что мы слышим одно и то же послание, каждый из нас формирует свое собственное дизайнерское дерево, свою собственную дизайнерскую мысль. И эти мысли выглядят как деревья. И если я покажу вам эту картинку, это реальные мысли деревья внутри мозга. Это реальные нейроны, память внутри мозга, мысли. Мысли — это память. Именно так они и выглядят. Вы можете видеть эту древоподобную структуру. И вот это как стволы деревьев, а вот это — маленькие ветки. И по мере того, как вы думаете и узнаете новую информацию, запоминаете Слово Божье. Слышите то, что я говорю? У вас вырастают эти маленькие ветки, чтобы хранить эту информацию. И у вас может вырастать неограниченное количество веток. На одно понятие вырастает одна ветка. Все ветки соединены друг с другом. Именно поэтому они очень густые и очень большие. В нашем мозге места хватит на три с лишним миллиона лет. Мы весьма интеллектуальны. Чем больше мы думаем, тем больше веток у нас вырастает. Тем более умными мы становимся. Почему бы вам не повторить это еще раз? Потому что меня так впечатлило, когда я прочитал это в вашей книге, что вместимость нашего мозга... Даже больше. Три миллиона... Три миллиона с лишним лет. С лишним лет. Это приблизительно. Это приблизительно у людей, которые даже не являются христианами. И задумайтесь над тем, что говорит Писание. Сейчас мы видим неясно, а потом увидим его лицом к лицу. Очевидно, если задуматься над этим, Кеннет и Глория, он сотворил нас по своему образу, он великолепен. И он наделил наш мозг этим великолепием. Потому что, если вы посмотрите на цифры, и по мере нашего продвижения вперед, я назову вам некоторые цифры. У нас в теле от 75 до 100 триллионов клеток нейронов. 100 миллиардов этих клеток нейронов — это 20% мозговой ткани. Остальные 80% мозговой ткани представлены другими типами клеток. Но 20% мозговой ткани, а это 100 миллиардов из 75 до 100 триллионов нейронов, имеющихся в человеческом теле, именно они и участвуют в формировании памяти. Итак, наша память формируется на этих нейронных сетях внутри мозга. А это 100 миллиардов нейронов. Каждый из этих 100 миллиардов нейронов может накапливать неограниченное количество информации. То есть, чем больше вы думаете, тем больше веток у вас вырастает. Это наша способность безгранична. Эти ветки могут расти и расти. И по мере того, как мы изменяем наш мозг, это называется нейропластичностью. Нейро означает мозг, пластичность означает изменять. Поэтому мы предназначены в буквальном смысле постоянно, минуту за минутой каждого дня. Когда мы думаем, мы добавляем новые ветки, изменяем ветки, изменяем вид нашего мозга. Это та сила, которую дал нам Бог. Мы сейчас уже не такие, какими были пять минут назад, из-за нашей дискуссии, из-за той информации, которую мы получили. Мы изменили наш мозг. Определённая память из подсознания поднялась в сознание. Мы формируем новую память. Мы изменяем то старое, что всплывает. Буквально за одну минуту, за эти 60 секунд, внутри нашего мозга происходит более 300 изменений. Это минимальное количество изменений, которые происходят. Поэтому мы постоянно изменяемся. Мысли — это что-то реальное. И мы предназначены думать и помышлять только о хорошем. Филиппийцам 4.8. Вот для чего мы предназначены. Да. Думать о таких вещах. И затем Экклезиаст 7.29. Я уже цитировала это местописание на одной из передач. Бог сотворил нас правыми. Он сотворил нас совершенными. Но мы выбрали идти своим собственным путём. И так мы предназначены формировать красивые деревья, здоровые деревья. Именно поэтому я провожу аналогию с зелёным деревом. Мы предназначены говорить Богу. Хорошо, я сталкиваюсь с таким-то событием или обстоятельством. Я не могу это контролировать. Но Бог, Ты знаешь ответ. Ведь Он уже всё совершил. У Него есть все решения. Всё. Всякое исцеление. Мы исцелились. Всё, что нам нужно для нашей жизни, уже было совершено. Оно там, так сказать, в фонде возможностей Божьей жизни. Это совершено. Мы должны действовать заодно с Богом, чтобы слышать, что мы должны делать. Чтобы активировать то, что Он уже сделал. Поэтому мы должны заставить наш ум активировать то, что Бог уже сделал. Но враг говорит нам, «Эй, прими своё решение, выбери своё». И мы начинаем прислушиваться к этому вместо того, чтобы действовать заодно с Богом. Потому что мы предназначены действовать заодно с Богом. Мы предназначены быть зависимыми от Бога. Зависимость. Склонность не является чем-то негативным. Она негативна только тогда, когда она в этой зоне. Мы предназначены постоянно общаться, жить, быть поглощёнными и побуждаемыми Духом Божьим. Это зависимость, склонность. Обычно слово «зависимость» или «склонность» используется в негативном смысле. Слыша слово «зависимость», мы думаем об алкоголе, наркотиках и кокаине. Но это когда вы склонились не к тому. Да, Писание говорит, что мы склонны делать добро. Именно. Мы склонны к Богу. Мы склонны делать добро. Мы склонны к хорошему. В нашем мозге нет негативных путей. Это уже мы прокладываем их. Это уже мы учимся формировать вот это. То есть, по сути, нам приходится учиться тому, как формировать токсичные мысли. Поэтому каждый раз, когда мы делаем токсичный выбор, негативный выбор, неправильный выбор, когда мы не прислушиваемся к Богу, тогда эти белки, как я уже раньше говорила, сворачиваются неправильно. И мы получаем эти искажённые варианты истины. Вот ещё одна картинка внутри мозга. И это будет считаться здоровыми мыслями. Если вы посмотрите сюда, например, посмотрите вот на эту картинку. Здесь намного больше веток, чем там, что означает, что здесь было больше мыслительной деятельности. Это большая память, потому что здесь больше веток. И на ваших мыслях может вырастать столько веток, сколько вам хочется. Чем больше вы думаете, тем больше веток вырастает. Нет ограничения, нет предела. Если вы и не проживёте 3 миллиона лет на этой земле, но в вашем мозге места именно столько. Поэтому они могут расти и расти, и расти, и расти. И это полезно для здоровья, когда вы делаете хороший выбор. Но когда вы делаете плохой выбор, вы в буквальном смысле разрушаете. Так оно выглядит внутри мозга. Я подошла к этому немного художественно, но это не чёрная дыра. Это фактически токсичная мысль. Она деформирована, она искажена. Белки свёрнуты неправильно. Например, если вы порежете палец, то как только вы порезали палец, ваша печень начнёт секретировать цирреактивный белок. Ваша иммунная система будет секретировать другие иммунные вещества и направлять их к месту повреждения. И в течение 21 дня произойдёт исцеление. Но эти вещества, которые были секретированы, эти иммунные вещества направляются к месту повреждения и создают там небольшой очаг воспаления, чтобы могло произойти исцеление. Именно так Бог устроил всё в нашем теле. Это когда речь идёт о физическом повреждении или вирусе. Когда у нас возникает токсичная мысль, наше тело реагирует точно так же. Наша иммунная система распознаёт токсичную мысль, неправильный выбор точно так же, как она распознаёт вирус или физическую рану. Поэтому она также направляет. То есть это будет основанное на страхе мысли, не так ли? Основанное на страхе мысли. Это зона страха, это зона любви. Поэтому, если я выбираю быть негативной, или выбираю мысль беспокойства, или выбираю раздражаться и сердиться, в моём мозге и в моём теле это производит ту же самую реакцию, как если бы я физически порезала палец, и из него текла кровь. Реакция будет такой же. Ваше тело распознаёт это как начало заболевания, вирусного заболевания. Поэтому оно создаёт там очаг воспаления, поскольку оно всё искажено. Белки свернулись неправильно. Электромагнитный баланс нарушен. Квантовый баланс нарушен. Оно выглядит по-другому. Оно нарушает всё вокруг. Именно поэтому мы пытаемся показать это как эффект чёрного облака. На аппарате функциональной МРТ или ПЭД, которые являются технологией, дающей нам вид с верхней точки, оно выглядит как вот этот эффект чёрного облака. Эта технология не проникает в сами мысли. Как говорит Библия, никто кроме Бога и нас самих не может читать наши мысли. Поэтому никакие аппараты не могут читать наши мысли. Но они могут показать нам, что в мозге есть какая-то активность. И это показывает нам здоровую активность в мозге, а это показывает нездоровую активность в мозге. Поэтому, когда у кого-то в мышлении крутится токсичная мысль, эта часть становится повреждённой, если вы не разбираетесь с ней. Если вы не прощаете, если вы не избавляетесь от неё, она нарушает кровообращение, метаболизм глюкозы, электромагнитный баланс. И это то, что эти аппараты зафиксируют. Это то, что зафиксирует аппарат функциональной МРТ и аппарат ПЭТ, повреждение внутри той части мозга. И хорошая новость в том, что это не является вашей судьбой. Вы не жертва своей биологии. Если вы сейчас такие, вот какими вы можете стать. Обновление ума изменяет это на это. Да. Это поднялось в моём духе из 111-го псалма. Блажен или благословлён муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его. И чуть ниже вы читаете. Не убоится худой молвы. Сердце его твёрдо, уповая на Господа. Утверждено сердце его. Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Когда неожиданно приходят плохие известия, это производит ужасное воздействие. Да. Но оно не должно так оставаться. Да. И вы не должны принимать это, не так ли? Да, вы не должны. Что происходит, когда вы слышите плохое известие? Вы темнеете, ваш ум темнеет, вы думаете об этих плохих вещах, но вы должны отбросить их, вы должны избавиться. Да. И первая защита от этого... Идите к свету. Первая защита от этого, конечно же, это быть сильными... Быть подготовленными. Слово Божьим. И в силе Его могущества. Сильный дух человека поддержит его во время скорби и поможет перенести физическую боль. Его ум сильный. Благословение Господне вокруг него. Он защищен. Он не попадается на это. Первое, что поднимается, это сила прощения. Вам лучше сразу переходить в режим, в котором вы забываете, вместо того, чтобы позволять каким-то плохим известиям заводить вас. Вы начинаете на кого-то злиться. Иисус сказал, чтобы доказать, что Сын Человеческий имеет силу и власть на земле прощать грехи, Он сказал тому человеку, встань, возьми постель твою и иди домой. Поэтому сила прощать и сила исцелять, это одна и та же сила. О, нам нужно поговорить об этом завтра. Аминь. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Каннет Копланд. Давайте помолимся и сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы благодарим Тебя. Мы воздаем Тебе хвалу. И мы благодарим Тебя, Господь, за все. Все. За все, кем Ты являешься. Спасибо тебе. За все, что Ты сделал. Ты так велик. И Ты так благ к нам. Во имя Иисуса. Знаете, Писание говорит, Иисус уразумел помышление их. Я услышал это в Духе. Что Он вообще для меня сделал? Вы дышите, не так ли? Если вы все еще дышите, у вас все еще есть выбор. Если у вас есть выбор, у вас все еще есть шанс. Каждый вдох приходит от Бога. Если бы Бог остановился, не осталось бы ничего живого. Пустота. Задумайтесь об этом. Он все еще дает вам время покаяться. Слава Богу. Да, аминь. Просто потому, что Он любит вас. Аминь. Отец, мы действительно воздаем Тебе хвалу. И мы действительно поклоняемся Тебе. Спасибо Тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте вместе снова поприветствуем сегодня доктора Кэролайн Лив. Это потрясающее время. Я наслаждаюсь. Мне всегда нравилась техника и машины. Мне нравятся машины и самолеты, мотоциклы. Я был рожден, чтобы летать. На самом деле. Но мне хочется знать, что именно там происходит. Вырождены, чтобы летать. Мне хочется знать о двигателе больше, чем просто то, что он шумит. Понимаете? Или приводит в действие. Мне бы хотелось... Мне бы хотелось... Я пытаюсь подобрать слово. Иметь работающее знание о том, что происходит. Да. И это не совсем то слово, которое я искал, но... Практическое знание. Практическое знание. Вот это слово. Спасибо, Глория. Практическое знание. Например, вы знаете, как купить билет, сесть на самолет и полететь куда-то. А я знаю, как управлять самолетом, чтобы долететь туда. То есть есть определенный уровень понимания. И Писание говорит, постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и близко познать любовь помазанного. Это практическое знание. Это практическое знание Божье. Это практическое знание, да. Мы должны это знать. И я получаю удовольствие от того, что могу заглянуть внутрь мозга и узнать, что делает с ним эта мысль, что делает с ним это слово, а что делает с ним эта мысль, и что делает с ним та мысль. Это удивительно. Аминь. И я хочу вернуться к тому, о чем мы говорили вчера. Но я бы хотел использовать для этого это местописание в послании к Колоссянам. Мы можем открыть третью главу послания к Колоссянам. Я хочу, чтобы наши телезрители... Вы слышите это. Но я хочу, чтобы вы взяли свою Библию. Я хочу, чтобы это было у вас перед глазами. Я хочу, чтобы это слово входило в ваши глаза, входило в ваши уши. И затем я хочу, чтобы оно выходило из ваших уст. Хорошо? Итак, третья глава к Колоссянам. И мы прочитаем 15 стих. «И довладычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Слово помазанного довселяется в вас обильно, со всякой премудростью. «Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Итак, «Довладычествует мир Божий». Иисус дал нам свой мир. Он там. Безусловно. В вашем духе. Он является частью плода духа. Слово Божье является семенем для него. И он там. И верой вы можете приводить его в действие. Это часть благословения Господнего. Это часть стены благословения, которая верой может быть возведена и должна быть возведена вокруг вас и меня, и каждого рожденного свыше чада Божьего на земле. Аминь. Помните, как Сатана взъелся на Иова? И он сказал Богу, «Вокруг него стена». И это была стена благословения. Сатана сказал, «Ты благословил его! Ты благословил все, что у него есть!» Но страх открыл дверь и позволил дьяволу проникнуть через эту стену. И ничего не изменилось. Сегодня все точно так же. В заключение прошлой передачи мы говорили о 111-м псалме, что человек, сердце которого твердо и утверждено, он не боится худых известий. Поэтому... Как мы к этому приходим? Как мы к этому приходим? Хорошо. В науке у нас есть такое понятие, как суперпозиция. Это означает, что... Суперпозиция. Мы сотворены по образу Божьему. Мы постоянно это повторяем. Мы замечательны. Мы созданы для любви. Мы, скажем так, учимся бояться. То есть страх не является для нас нормальной реакцией. Это условный приобретенный рефлекс. Происходит следующее. В процессе нашей жизни мы переживаем определенные события и обстоятельства, как я уже объясняла на предыдущей передаче. Поэтому я продолжу говорить о том, на чем я остановилась на прошлой передаче, исходя из суперпозиции. Вот я собираюсь сделать выбор. Если вы знаете, как серфингист скользит по волнам, это часто используют в качестве аналогии. И мы можем показать картинку серфингиста на волне. Подумайте о нем. Он, можно сказать, скользит по этой волне. И эта волна находится в своей верхней точке. И до того, как эта волна спадет, он просто скользит по ней. Итак, представьте серфингиста на гребне волны. И находясь там, в том положении, он со своей доской для серфинга может направляться либо сюда, либо туда. Представьте, что вот здесь, наверху, это суперпозиция. Я могу выбрать этот путь, который является путем Божьим. Или же я могу выбрать тот путь. И напомните еще раз. Это зона любви. Поэтому зеленое дерево представляет здоровую. Зеленое дерево – это сторона любви. А токсичное дерево представляет зону страха. Они две противоположности. Вот тот проволочный куст, по сути, выглядит, как те деревья. В мозге. Да, именно. Мысли реальны, и они занимают реальное место. Как эта студия занимает реальное место. Мысль занимает реальное место. Поэтому, когда мы сделали плохой выбор, мы в буквальном смысле построили твердыню, которая занимает в нашем мозге реальное место. И она является искаженной, токсичной. И это вызывает в мозге воспалительную реакцию. И каждая мысль оказывает влияние на каждую клетку вашего тела. И так эта мысль повлияла на химические реакции, происходящие в вашем мозге. И она изменила среду вокруг каждой клетки в вашем теле. И это шокирует, если задуматься над этим. Если задуматься над тем воздействием, которое оказывает токсичная мысль, нам больше не захочется иметь очередную токсичную мысль, поскольку вследствие этого мы оказываемся уязвимыми для болезни. Это на 75-98% увеличивает вероятность того, что мы заболеем. Поэтому болезнь не приходит от Бога. Болезнь приходит в результате того беспорядка, который мы породили приходом греха, начиная от Адама и Евы, как мы знаем. Все идет не так. Поэтому каждую минуту, каждый день Бог в положении суперпозиции дает нам возможность сделать правильный выбор. Примерно каждые 63 дня через суперпозицию мы переделываем эту сеть в нашем мозге. Поэтому суперпозиция — это когда с нами что-то происходит. Мы оказываемся в уникальном положении, когда мы можем посмотреть на Божий путь, либо на путь врага. И мы можем выбрать. Я буду действовать заодно с Богом. И я буду верить тому, что, как сказал Бог, Он сделал. То есть вы находитесь вот здесь. И мы снова возвращаемся к второзаконию. 30.19. 30.19. Выбор. Сила любви. Мы находимся здесь. И Бог сказал, Я ставлю перед тобой жизнь и смерть. И смерть. Благословение. И проклятие. И проклятие. Выбирай. Ты выбирай. Вы выбирайте. Именно. Он принял свое решение. И оно уже... Он выбрал жизнь. Да. И Он выбрал вас. Да, это то решение, которое вы собираетесь принять. Этот ответ уже там, на этой стороне. На стороне жизни. Бог уже дал нам решение. Ответ. Вот почему первые слова так важны. Когда приходит бедствие или плохое известие. Да. Да. Преклоните мысли в душе Его. Таков и Он. В первой главе Иакова... Так что все начинается с наших мыслей. Начинается с наших мыслей. И Бог дает нам это. Вы настолько абсолютно правы, Глория, потому что, когда мы находимся в суперпозиции, у нас есть этот уникальный мощный ум, который, по сути, дает нам возможность видеть правильный путь или неправильный путь. Мы все знаем, что у нас есть эта способность различать, где Дух Святой, если мы настраиваемся на интуицию Духа Святого. Это действительно поразило меня. Суперпозиция. Да. Где находится мудрость. Где мы являемся частью сверхъестественного. Да. Мы выше, чем... Мы не просто естественные существа. Мы не... Ну, я всего лишь человек. Нет, если вы рождены свыше. Вы как Иисус. У вас ум Христов. Вы Дух. Вы человек. Но вы суперчеловек. Вы Божий человек. И вы сверхъестественное, рожденное свыше чада Божьего. Находящиеся на этом гребне волны. С Божьим правом выбора. И вы находитесь в этой суперпозиции. Мне это нравится. И это научный факт, что... Я извиняюсь. 40 раз каждую секунду у нас, по сути, включается наше подсознание, которое является большей частью нас. У нас возникают эти волны принятия решения. Они как волны, которые поднимаются и спадают. Но каждые 2-7 секунд мы оказываемся в суперпозиции. То есть каждые 2-7 секунд мы, по сути, оказываемся в ситуации, когда мы можем отключиться от внешнего и переключиться на внутреннее и спросить. Дух Святой, что я должна сделать? Потому что Дух Святой будет вести и наставлять нас на всякую истину. Мы можем проанализировать. Лобная доля нашего мозга предназначена давать нам возможность быть способными посмотреть на что-то со стороны и под разным углом. В суперпозиции у вас есть преимущество видеть что-то под разным углом. Если я направлюсь туда, я могу на своей доске для сорфинга оказаться в пасте акулы. Если я направлюсь сюда, я избегу пасти акулы. Я окажусь в руках Бога. Так что мы можем это делать. Это наша любовь, сила и наш здравый ум. Поэтому, если мы действуем заодно с Богом, если мы насадили, вложили в себя Слово Божье, тогда именно это и спасет нашу душу. Именно оттуда и придет мудрость. Мы будем смотреть на это глазами Бога. Но если мы тратим часы за часами на телевизор, сплетни, гугл и все остальное, кроме Бога, именно это и будет наполнять наш ум. Поскольку, как вы знаете, об этом говорит послание Иакова 1, 13-15. Я немного перефразирую это. Когда мы уделяем внимание пагубному желанию, оно возрастает. И оно перерастает в грех. А когда возрастает грех, он порождает смерть. Что ж, именно это и происходит. Как показывает наука, если я выращиваю одно из этих, и я продолжаю его выращивать, будет расти то, о чем я больше всего думаю. Мой мозг будет следовать за моим умом. И по мере того, как вот это растет и становится все больше, больше и больше, я буду оказываться в зоне болезни. Поскольку чем больше вот это становится, тем больше воспаления, больше болезни, больше ухудшения здоровья, больше нейродегенерации, сердечно-сосудистых заболеваний, чего бы там ни было, онкологии. 98% онкологических заболеваний является результатом мышления. 98%? Это то, что показывают исследования. 98% онкологических заболеваний являются результатом того, как мы управляем своим мышлением. Понимаете, Бог говорит, избережит... И вот эти мутировавшие клетки. Мы не можем управлять событиями и обстоятельствами. Да, мутировавшие клетки являются результатом нашего мышления. Вот это мутировавшая клетка. И в конечном итоге со временем накапливается достаточно много мутировавших клеток, которые начинают распадаться до микрочастиц, похожих на микротрубочки, в головном мозге, и в теле начинает проявляться болезнь. Поэтому, чем больше у нас негативных реакций, непрощения и горечи, чем больше мы держим в себе это, тем больше мы не защищены от болезни. И потом мы спрашиваем, Бог, почему? Между тем, как мы не взяли ответственность за свое мышление. Вы читали 4 главу притчи, 20, 22, 23 стихи. «Словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое, храни их внутри сердца твоего». Если мы находимся в суперпозиции, и мы уделили время тому, чтобы посеять в себя Слово Божье, то что будет возникать, всплывать? Помните, на прошлой передаче я говорила, что когда возникает воспаление, в сознании всплывают определенные вещи из подсознания. И когда я нахожусь в суперпозиции, и я имею дело с каким-то событием или обстоятельством, и я должна сделать выбор, то из моего подсознания всплывет либо что-то токсичное, и это будет информировать мое решение, или же всплывет что-то позитивное Божье, и оно будет информировать мое решение. И я нахожусь в суперпозиции. И я могу выбрать, либо прислушаться к Богу, либо прислушаться к дьяволу, поскольку есть только два. Это либо Бог, либо дьявол, враг. Нет серой зоны. И вы будете прислушиваться к одному из них. Вы будете информированы одним из них. И что мы делаем? Находясь в суперпозиции, мы разрушаем то, что являлось возможностью. Возможность. В мире врага вот здесь, в зоне страха. Это обман. Этого еще не произошло. Это ложь. Как мы знаем, у дьявола нет никакой власти и силы. Он может только лгать. Поэтому это обман. Ему нужно, чтобы мы взяли то, чем Он живет, и превратили это во что-то. Не Он активирует ДНК. Начали ожидать этого. Да. То есть Он хочет, чтобы мы создавали и формировали злое. Поэтому Он дает нам ложь. У Бога уже есть все решения. То есть, что касается Божьих возможностей, то это все уже совершено. Оно все уже доведено до конца. Это завершенная работа. Все, что нам когда-либо понадобится, есть там. И находясь в суперпозиции, мы можем выбрать либо добрая, завершенную работу, или же мы можем сформировать злое. Что мы зачастую и делаем. Вот это злое. Это грех. Это твердыня врага, дьявола. Начиная с чего-то маленького, простого раздражения, и вплоть до чего-то такого большого, как убийство. Это все грех. Это все возможность, которую мы разрушили, когда находились в суперпозиции. Потому что мы выбрали не действовать заодно с Богом. Мы выбрали не быть вводимыми Духом Божьим. Поэтому интуиция в нашем духовном человеке, как мы знаем, это то, где Дух Святой говорит нам. И нам нужно использовать наш ум, чтобы прислушиваться к тому, что Дух Святой говорит. Но это выбор. И если наш ум настолько забит неправильным мышлением, сплетнями, тем, чтобы смотрим по телевизору, если он наполняется всякой ерундой, а не Словом Божьим. Нас спасает именно насаждаемое Слово Божье, а не насаждаемое Слово Гугла, или сплетен, или чего бы там ни было, в этом мире. И вот где нам нужно решить, как мы проводим свое время. На что мы направляем свое внимание. И именно за это я люблю книгу притчей. То ваше учение по книге притчей, та ваша замечательная книга, Глория, по книге притчей, которую вы написали много лет назад. Мне нравится эта книга. Притча 4.22.23 учит нас этим принципам. Если находясь в суперпозиции, вы преклоняете свое ухо, если вы обращаетесь к тому, что вы вложили в свое сердце. Если вы провели это время и выбрали сделать это, именно это и всплывет. Именно так вы и будете смотреть на данную ситуацию. Мы не можем управлять событиями и обстоятельствами, поскольку события и обстоятельства являются результатом выбора других людей. Но мы можем управлять нашей реакцией на эти события и обстоятельства. И именно это мы и предназначены делать, находясь в суперпозиции. Поэтому, когда мы переходим на сторону Бога, именно тогда мир Божий, который превосходит всякое понимание, будет охранять наш ум во Христе Иисусе. А когда вы принимаете неправильное решение, оказываясь на стороне дьявола, у вас нет мира Божьего, и ваш ум не защищен, и там начинается хаос и расстройство, и это расстройство проявится. Проявится психическое нездоровье. Итак, зона любви — это психическое здоровье. А психическое нездоровье порождается зоной страха. И это всё является результатом выбора. И мне так хочется помочь людям осознать, что мы не можем винить в этом свою биологию, винить своих родителей, винить свои обстоятельства. Это жизнь. Людям свойственно спорить и обвинять. Это часть решений других людей. Но мы находимся в этом уникальном положении суперпозиции, когда мы можем сказать, «Хорошо, Бог, мне это не нравится, но Ты можешь помочь мне управлять моей реакцией». Так чтобы я могла радоваться, несмотря на обстоятельства, так, чтобы, когда я получаю плохие известия, какой-то телефонный звонок, что бы то ни происходило. Помните, когда Линдси, ваша внучка, была серьёзно больна? Вы не отреагировали негативно. Вы сразу же начали молиться и провозглашать на ней Слово Божье. Её мама стояла там? Да. Врачи не надеялись, что Линдси доживёт до утра. Да, врачи уже поставили на ней крест. Они уже провозгласили это. Да. Но Келли... В нашей семье не было страха. Мы не учили своих детей страху. И мы делали определённые вещи, от которых другие люди просто съёживались. Но мы верили Богу. В любом случае, как только она услышала это известие, как только она его услышала, она повернулась к Терри и сказала, «Я отказываюсь бояться». Аминь. Видите суперпозиция? Она двинулась в правильном направлении. Она сказала мне, «Папа, это было чем-то тёмным, чем-то чёрным, и тяжело давило на меня». Но я была удивлена, каким оно оказалось слабым. Она сказала, «Когда я сказала, «Я отказываюсь бояться», оно тут же ушло. Оно тут же исчезло, подобно птице, вылетевшей в окно. Она сделала свой выбор, и она отказалась бояться. Вам нужно это, потому что это то, что тьма, которая является ложью врага. Ведь это всего лишь обман. Этого не произошло, поскольку истина в том, что там есть исцеление. Оно уже совершено. Не думаю, что мы, как христиане, это понимаем. Действительно понимаем тот факт, что всё, что нам нужно для всего в нашей жизни, уже было совершено. Мы должны, находясь в своей суперпозиции, активировать это. И тогда мы сможем радоваться, несмотря на обстоятельства. Активировать. Это очень хорошее слово. Как у купальни Вефезда. Вы можете сидеть, и все проходят мимо вас. Или же вы можете войти в ту воду и активировать исцеление. И в том положении вы можете активировать либо страх, либо веру. Совершенно верно. Вы можете подключиться. И вы должны знать о вере, чтобы активировать ее. Она приходит от слышания. И мы снова вернулись к первым словам. Иисус сказал, «Зачем вы принимаете мысль, говоря?» Здорово. То есть именно так вы и принимаете мысль. Зачем принимать ее? Что вы говорите? Поскольку вы принимаете ее. Поскольку как только вы принимаете эту мысль, как только, находясь в суперпозиции, вы принимаете эту мысль, вы активируете ДНК. Происходит активация генов. Синтезируются белки. Вы формируете одно из этих. И чем больше вы об этом думаете, тем больше оно разрастается. И затем именно это вы будете говорить и делать. Это станет вашей новой реальностью. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Только эта вера не в том направлении. Что ж, это то, чем является страх. Страх — это извращенная, перекрученная вера. Например, страх или боязнь опасного животного — это вера в способность этого животного причинить вам вред. Да. Духовная сила веры в Адаме была перекручена и стала силой страха. И они сделали свой выбор. Да. Они сделали свой выбор. И когда они его сделали, это отделило их от Бога. И эта духовная сила веры, отделенная от Бога, стала страхом, поскольку Адам моментально подключился к сатане, который является духовным существом. Да, моментально. Как только мы устремляемся в том направлении, это настолько понятно. Если мы смотрим на это таким образом. Я всегда показываю, когда учу об этом. И мы можем показать это на экране. Я показываю этого человека на доске для серфинга. Там это мутная вода, и в ней есть акула. И затем я показываю фотографию акулы. То есть враг в буквальном смысле ждет возможности поглотить вас. Но мы можем этого избежать. Нам не нужно направляться туда. Иисус сказал, «Сеятель сеет слово». Сатана сразу же приходит, чтобы украсть его. Все, что ему нужно, это украсть это слово. Украсть это слово. Не украсть вашу машину, не украсть вашу семью, а украсть это слово. Да. Если он сможет украсть это слово, он получит и вашу машину, и вашу семью. Он получит все. И это то, о чем я хотела бы поговорить на одной из передач. Как нас подлавливает время, потому что мы не распознаем тот момент, когда он крадет. Это очень интересная концепция, если вы захотите изучить это. Слава Богу, да. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, я Коннет Копланд. Это передача «Победоносный голос верующего». Давайте помолимся. И мы сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы благодарим тебя. Мы принимаем тебя сегодня на этой передаче. Мы принимаем твое присутствие. Ты — это передача. Мы открываем свои уши. Мы открываем свой ум. Мы в твоем распоряжении. И мы благодарим тебя во имя Господа Иисуса. Отец, спасибо тебе за то, что ты прислал к нам доктора Лив. Это позволяет нам понять, насколько удивительными ты сотворил нас. Не только по твоему образу, но и по твоему подобию. Мы такие же, как ты. И мы благодарим тебя за это. Мы принимаем откровение этого. Так, чтобы мы могли ходить в этом. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Давайте вместе снова поприветствуем сегодня доктора Кэролайн Лив на этой передаче. Пусть Бог благословит вас. Я рада быть здесь. Я рада, что вы здесь. Вы не только умная, но и красивая. Вы как Глория. Вы не только умная, но и отлично выглядите. Мы весьма признательны. Аминь. Люди спрашивают, люди спрашивают, как вы живете с такой помазанной женой. Прекрасной. Такой прекрасной. Очень аккуратно. Мне это нравится. Я должна сказать это моему мужу. Мы женаты уже более 50 лет. Это удивительно. В этом году, в апреле было 54 года. И знаете, я не буду лгать на свои передачи. Я не помню, когда мы последний раз ссорились. Это все она. И какой бы ни была последняя ссора, ссорился я. Я ее начал. Она просто не будет в нее ввязываться. И она научила меня. Она научила меня... Это так здорово. ...как жить... ...в суперпозиции. Да. Она... Как-то раз... Она возложила на меня руки и сказала, «Я не нахожу в тебе никакого недостатка». Это так прекрасно. И скажу вам, это просто коренным образом изменило всю мою жизнь. Так что я постоянно благодарен за жену, которая у меня есть. Мы с Маком всегда основываем наши взаимоотношения на вашем примере. Мы всегда говорим, «Кеннет и Глория делают это, Кеннет и Глория делают то». Так что вы значительно присутствуете в нашей жизни, и мы благодарны. Слава Богу. Это благословляет меня. За вас обоих. Мне действительно приятно это слышать. Мы делаем это уже много лет. Аминь. Слава Богу. Мы с Кеннетом женаты сколько уже? 54 года. Это потрясающе. В апреле этого года было 54 года. Я тоже ни разу не убегала домой к маме. Ни разу даже не заводила разговоры об этом. Да. Аминь. Разве это не здорово? И ко мне тогда пришло слово от Господа. Мы были женаты 4,5 года, когда я поехал в университет Орла Робертса. И ко мне там пришло слово от Господа. Он сказал, «Она драгоценна для меня. Я дал ее тебе». И вот к чему я об этом заговорил. Она для тебя как закалка для стали. Сталь до того, как она закалена. Она хрупкая. Да. Возьмите, например, отвертку. До того, как сталь опустили в масло и появились цвета побежалости. Она хрупкая. Вы так легко можете сломать ее. Любовь Божия в людях должна укреплять друг друга таким образом. Вы вдвоем становитесь сильнее. Намного сильнее, чем каждый из вас может быть сам по себе. Вы просто становитесь сильнее. И я сейчас думаю о том, что так важно, чтобы у вас обоих были мысли любви. Это так здорово. И мысли веры. Это важно. Даже если между вами что-то происходит. Что-то происходит. Происходит. Нет, 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 нет. Твердо противостойте этому. У нас могут быть разные представления, но мы не начнем говорить слова. Это так здорово. Мы будем стоять в любви Божьей. Да. Мы будем стоять в Слове Божьем. И ей пришлось научить меня этому. Здорово. Это такой хороший совет. Это удивительная вещь. Давайте откроем сегодня наши Библии на послании Иакова. Это правда, что противоположности притягиваются, а затем они женятся? Что ж, и на то есть причина, если задуматься об этом. Если вы оба одинаковые, ни один из вас не будет сильнее, чем другой. Но когда один из вас силен в этом, а другой силен в том... У вас будет баланс. Это преимущество завета. В этом суть завета. Вы можете твердо стоять. Господь научил меня этому много лет назад. Это то, что лежит в основе расизма. Очень интересно. Дух разделения. Дух разделения будет в ненависти усиливать различия. И если есть два разных цвета кожи и два разных пола, дело не просто в цвете. Все эти изма. Есть... Все они. И женская раса, и мужская раса, и все остальное. Это и то, и все остальное. И он возьмет различия и будет усиливать его в ненависти. Он подталкивает к предвзятым выводам. Да. Вместо того, чтобы... Отлично сказано. Да. А вместо предвзятых выводов это должно быть силой. Но в завете Дух Божий усиливает различия в любви. И вы подкрепляете, делаете друг друга сильнее этим различиям. Так здорово. Когда чернокожий человек, мулат, краснокожий, желтокожий, белый человек, когда они все собираются вместе, каждый из нас видит все под разным углом. Но когда мы все собираемся вместе, как сказал Крефло Доллар, я не понимаю, почему белые люди хлопают... Да. Раз, два, три, четыре. Чернокожие люди хлопают... Раз, два, три. Я этого не понимаю. Но вместе мы хлопаем и в сильную, и в слабую долю. О, это так здорово. Разве это не здорово? Мне это нравится. Но истина здесь в следующем. Мы увидим это прямо здесь. В третьей главе послания Иакова, в четырнадцатом стихе. «Если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину или на Слово Божье. Держите свой рот на замке. Ничего не говорите». Это так здорово. «Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Но мудрость... И в Луке 11, 49 Иисус назвал записанное Слово Божье «мудростью Божьей». Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива. Речь о Слове Божьем. Полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицимерна. Я могу взять Слово Божье и сказать «я исцелен», когда все симптомы во мне говорят, что я болен. И я не буду лицемером, говоря это. Однако, с другой стороны, я рожденный свыше чада Божье. И Слово Божье говорит «ранами его вы исцелились», а я говорю, что я болен. Это лицемерие. Вы говорите, что вы верите Слову Божьему, но вы Ему не верите. Я верю, что Господь повел нас здесь поговорить сегодня о сварливости, раздоре, стрессе, горечи и непрощении. Иисус сказал, «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», сказал Он расслабленному, «тебе, говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Та же самая духовная сила, которая исцеляет сверхъестественная сила веры и сверхъестественная сила Божья, помазание Божье, которое снимает бремена и уничтожает ермо, является той же самой силой, которая удаляет грех, прощает грех, прощение удаляет его. Итак, у нас есть данная Богом сила прощать, которая была вложена в нас силой Божьей. И что я слышу, и чему учусь от вас, это то, что этих токсинов вообще не должно было быть в мозге. Они в буквальном смысле, в буквальном смысле являются токсинами, ядом. Они не просто являются плохими мыслями, они являются химическими силами, которые разрушают сам мозг. Это искажение. По сути, это что-то хорошее в неправильных количествах. То есть, когда хорошее пошло не так. Это искажение, беспорядок, неустройство. То местописание, которое вы прочитали, именно это и происходит. Токсичное мышление порождает полное неустройство. Например, кортизол очень важен. Без кортизола вы умрете. Но если кортизол выбрасывается в неправильных количествах, он уподобляется аккумуляторной кислоте и в буквальном смысле начинает разрушать клетки мозга. По сути, наш организм не образует каких-то вредных веществ. Он берет то, что уже есть, и искажает это. То есть, все дело в неправильных пропорциях, неправильных количествах, искажениях. Белки сворачиваются в неправильную структуру. То есть, это все беспорядок, неустройство, о чем и говорит Писание. Поэтому, когда мы делаем что-то неправильное, у нас на физическом уровне проявляется именно то, что сформировано внутри нашего мозга. И затем это порождает болезнь в нашем теле. Поэтому это местописание является настолько подходящим для этого. И так мы реагируем неправильно. Например, стресс. Мы все считаем его чем-то плохим. Но в действительности стресс — это удивительная вещь. Он помогает нам быть сосредоточенными и четкими. Стресс — это когда ваш организм в буквальном смысле включается, сосуды, снабжающие кровью сердце, расширяются, что означает, что усиливается приток крови, и в ваш мозг поступает больше кислорода. Это состояние, в котором вы сосредоточены, в котором вы все во внимании, и в котором вы можете радоваться, несмотря на обстоятельства, в котором вы можете настроиться на Духа Святого. Это в том случае, если мы отреагировали правильно. Но если мы реагируем неправильно, мы берем все те же самые вещи. И я объяснила только две, касающиеся сердца и кислорода в мозге. Если мы реагируем неправильно, тогда мы изменяем всю модель. То есть, вместо того, чтобы сердце билось правильно, вместо того, чтобы кровеносные сосуды расширялись, они сужаются, вследствие чего у вас повышается риск инфаркта. Ваш мозг не поступает достаточной кислорода, вследствие чего у вас повышается риск инсульта. Недостаточность кровообращения также повышает у вас в мозге риск инсульта. Другими словами, то, как мы реагируем на события и обстоятельства, вызывает у нас либо хороший, полезный стресс, либо стресс, который является чем-то хорошим, может быть искажен, если мы реагируем неправильно. 30-19, когда мы делаем неправильный выбор, мы оказываемся в негативном стрессе. И так мы это называем, первая стадия стресса является полезной, хорошей и позитивной. Негативным стрессом мы называем вторую стадию и третью стадию стресса. Вторая и третья стадии это просто искаженные истины. И научное исследование показывает, что если вы реагируете, это так интересно. Если вы реагируете неправильно на какое-то событие или обстоятельство и загоняете себя в негативный стресс, то в течение следующих 12 месяцев это на 43% повышает у вас риск смерти. Разве это не ошеломляет? Скажите это еще раз. Задумайтесь, когда вы ходите в любви и вы прощаете, вы избегаете всего этого стресса? Вы будете жить дольше? Да. Вы пребываете целиком в позитивной зоне. Поэтому все работает так, как оно должно работать. Когда вы думаете о ком-то, кто поступил с вами несправедливо, вы говорите, Господь, я прощаю их, я молюсь за них, помоги им. Я абсолютно убежден, что именно поэтому Иисус сделал это заповедь. Прощать, да. Это не что-то на ваше усмотрение. Это заповедь. Это заповедь. Да. Прощать. Я думаю о том, что говорит Библия. Послание к Ефесянам 4, 29. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только что? Прощайте друг друга, как и Бог во Христе. Да. Или ради Христа простил вас. На первый взгляд кажется, что это ради Иисуса. Но нужно помнить, что Христос, это не его фамилия. Здесь это слово Христос указывает на помазание. Слово Христос является греческим переводом слова Мессия. То есть оно указывает на помазание. И оно означает помазание. Или оно указывает на помазанного, которым, конечно же, является Иисус. Конечно же, их невозможно разделить. Но в данном случае мы тело Христово. Мы тело этого помазания. Мы должны находить в силе, в исцелении и освобождении постоянно. Да. Да. Это? Это наше нормальное состояние. Нормальное состояние. Мы тело помазания. Оно там. И оно должно течь. Да. Аминь. Я абсолютно согласна. И непрощение перекрывает. Это, о чем говорит наука. Безусловно, потому что если посмотреть на Марка 11.23, скажите горе, и она вернется в море. Но сначала простите. О чем бы вы не просили своего отца, будет вам, но прощайте. Поэтому это также в дополнение к тому, что вы говорите. Если мы собираемся разбираться с горами в нашей жизни, у нас должно быть прощение. И что можно видеть из научных исследований в отношении того, почему нам нужно прощать, почему для нас полезно прощать, это то, что когда кто-то обижает нас, для нас это своего рода порция токсичности. Мы взяли то, что они нам сделали. И мы встроили это в свой ум. Оно встроено. Оно является частью нас. Оно влияет на нас. И это означает, что есть открытая дверь для того, что сделали эти люди, что бы это ни было. Они могут соединиться с вами. Из квантовой физики мы знаем, что была установлена и создана связь. Потому что вот эта физическая вещь существует в вашей голове. Поэтому, чтобы эти люди вам не сделали, оно соединено с этим. Какое бы проклятие они не произнесли на вас, какие бы негативные вещи они вам не сказали, проклятие, имеющее основание, сбудется. Вы открыли дверь для него. Да. А проклятие, не имеющее основания. Если я прощаю, я удаляю это из своей головы. Я отдаю это Богу. Это удаляется из моей головы. Извините, я не собиралась вас это бросать, Глория. Это удаляется из моей головы. Это в руках Бога. И затем я могу активировать второе Фессалоникийцам 1.6, которое говорит, Бог оскорбляющим вас воздаст скорбью. Но важно, чтобы вашу связь с Богом не нарушали никакие помехи. Мы удалили это из своей головы. Мы простили, мы отпустили, мы удалили это. Мы в буквальном смысле удалили это из своей головы и разрушили эту связь с теми людьми и отдали их в руки Бога. Поэтому, если мы храним это у себя в голове, мы уязвимы, что бы там ни было, даже если мы являемся жертвой. Знаете, есть грех, который является чем-то произвольным. Есть мучение, которое является чем-то непроизвольным. Поэтому, если вы были проданы в рабство или избиты, или с вами случилось что-то ужасное, вы в этом не виноваты. Но в вашем мозге это будет выглядеть точно так же. Поэтому нам все равно нужно простить. Если люди говорят что-то про вас, вы в этом не виноваты. Люди говорят что-то плохое или еще что-то, это мучение. Но нам все равно нужно простить, иначе мы соединены с теми людьми. Мы соединены с той ситуацией, в результате чего наше тело оказывается уязвимым для болезни. Это влияет на наш ум и на наше духовное развитие. Именно поэтому Иисус и заповедал нам любить своих врагов. Да? Да. Да. Не позволяйте им попасть внутри вас. Да. Никогда не позвольте. Никогда не позвольте этому врагу попасть внутри вас. Да. Это тот враг вас. Это его ДНК внутри вас. Задумайтесь над этим. Я состою в завете с Богом. Да. Я выполняю порученные мне Богом. У меня есть взаимоотношения завета с Глорией. Я пообещал Богу защищать ее. И я буду это делать. У Бога есть ответственность. По завету по отношению к нам. А у нас есть ответственность по завету по отношению к Нему. И я понимаю это. И я разговариваю с вами. Я понимаю почему. Вы понимаете почему? Вы удаляете это. Вы не позволяете себе соединяться с этим врагом. Врагом. Чтобы он больше не мог влиять на вашу жизнь. Это мощное знание. Да. Поэтому прощение действительно предназначено для того, чтобы сохранять свое здоровье, свое психическое здоровье и свой дух, душу и тело цельными. И прощение является заповедью. Знаете, чем больше научных исследований я провожу, тем больше я прихожу в восторг от Бога. И я люблю его еще больше. Потому что он просто открывает. Я восторгаюсь им все больше. Больше и больше. Потому что я вижу, как все то, о чем я читаю в Слове Божьем, раскрывается в области науки. Подтверждается. Все больше и больше данных о том, почему мы должны прощать. Ваше откровение Слова Божьего дает вам откровение в области науки. Раскрывается в науке. Да, верно. Поскольку именно Слово Божье и сотворило естественную сферу. Да, с самого начала. И наука просто догоняет. Она является еще одной возможностью, осязаемой возможностью посмотреть на Бога. Еще одной возможностью увидеть, как Он настолько славно благословил нас и как все работает. И это так здорово. Дошло до того, что когда я провожу какие-то научные исследования, и я должна заниматься ими хотя бы два часа в день, чтобы не отставать в этой области, и я провожу их параллельно со своим изучением Библии, доходя до того, что мне сложно продвинуться дальше двух строк в Писании, потому что оно так восхитительно, потому что в этом жизнь. И я всегда думаю о том, когда речь идет о примере, сколько бы раундов ни продолжалась игра, вы всегда играете, чтобы победить. Знаете, это всегда сидит в моем сознании. Если мы будем упорно продолжать это делать, мы всегда будем побеждать, понимаете? Мы всегда будем побеждать. Если люди смогут получить это откровение о той силе, которую дал нам Бог, чтобы побеждать, преодолевать, как бы все не выглядело. У нас осталось буквально пару минут. И есть кое-что, о чем бы мне действительно хотелось бы поговорить на следующей неделе. Как будет вести нас Господь? Чтобы разобраться со скорбью, это самый большой стресс, который когда-либо переживает большинство людей. Безусловно, негативный стресс, да. Скорбь приходит от потери. Это чувство потери, утраты. Дух скорби – это дух потери, утраты. Писание говорит нам не скорбеть. Мы не являемся теми, у кого нет надежды. Иисус взял на себя наши скорби и понес наши печали. Мы должны противостоять скорби так же, как мы противостоим греху. Скорби, потери, депрессии. Ко мне пришло слово от Господа. Я боролся с депрессией, и Бог просто избавил меня от нее. Фактически, когда Глория молилась за меня, что было частью всего того процесса, о котором я вам раньше рассказывал. Да. У нас осталось буквально несколько секунд, но я хочу… Углубиться в это больше. Я хочу сейчас это сказать. На следующей неделе. Господь сказал, депрессия – это скорбь о каких-то вещах, которые ты пока еще не потерял. Но ты смотришь на это, как на потерю. И оно так продолжается и продолжается, и дьявол завладевает вашим умом, и начинается весь этот процесс. И необходимо служение, у которого есть истина и сила Божья, чтобы сломать эту клетку. Да, безусловно. Кажется, как будто из этого нет выхода. Нет выхода. Но он есть. Он есть. Потому что я знаю, я выбрался из этого. Бог вытащил меня. Что ж, на следующей неделе я приведу вам некоторые научные факты, которые показывают, какую силу дал нам Бог, чтобы выбираться из психического нездоровья. Есть две вещи, о которых мы хотим поговорить на следующей неделе. Во-первых, мы поговорим об этом. Во-вторых, о травматическом повреждении мозга. Да, о травматическом повреждении мозга и о времени изменения. Да, да, да. Изменения близко. Слава Богу. Аминь. Мы вернемся через минуту. Сегодня на передаче «Победоносный голос верующего». Основным сигналом, на который реагируют клетки, являются ваши мысли, а затем порождаемые этой мыслью слова. Ваши мысли и слова, можно сказать, работают вместе. Также они реагируют на химические вещества, которые образуются в организме и которые мы вдыхаем. Поэтому то, что мы едим, то, что мы вдыхаем, оно все сосредоточено снаружи клетки. Вы готовы пожать преимущество очищенного от токсичных мыслей мышления? Вам больше не нужно задаваться вопросом, что происходит у вас в голове. Вы можете с уверенностью знать, как улучшить свою жизнь, включив свой мозг Словом Божьим. Это возможно вести эмоционально счастливый и физически здоровый образ жизни, просто научившись контролировать свое мышление. Начните свой путь обновления ума Словом Божьим и переключите свое мышление на победу. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Добро пожаловать на очередную передачу «Победоносный голос верующего». Мы доберемся сегодня до этого. Хорошо. Отец, мы благодарим тебя. Спасибо, Господь. Спасибо тебе во имя Иисуса за то, что ты прислал доктора Каролан Лив к нам с Глорией и всем нашим телезрителям по всему миру. Мы и так благословлены. Мы открываем наши глаза и наши уши, чтобы принимать. Иисус, ты говорил это снова и снова. Кто имеет уши слышать, да слышит. Что ж, мы имеем уши слышать. Мы берем это. И мы благодарим тебя за это. Мы благословляем тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Давайте вместе поприветствуем доктора Каролайн Лив на этой передаче. Большое спасибо. Мы так хорошо провели время на прошлой неделе. Так здорово. Боже мой. Должен сказать вам. После того, как мы закончили запись всех передач прошлой недели, мы поехали вместе обедать. Вам нужно было быть там. Мы общались несколько часов, и это было такое замечательное время. Было так здорово. Я вспоминаю так называемые старые времена. У нас было общение полное евангельских бизнесменов. Да. И Бог открывал всем глаза на законы преуспевания и избытка. И знаете, это было просто... Восторг. И атмосфера была просто заряжена этим. Там была группа нас. Мы пошли вместе в один из дней на завтрак. Это было во время конференции. Да. И я в тот день не проповедовал, и вместе с парой других близких друзей и их женами мы сели за отдельный столик. И мы разговаривали, и разговаривали, и разговаривали. И вы не останавливались? Мы ели завтрак примерно вот так, понимаете? Мы разговаривали. Вскоре снова пришла официантка и спросила, вам предложить обеденное меню? Давайте. Да, нам принесли обеденное меню, и мы продолжали разговаривать. О, как здорово. Мы продолжали разговаривать. Официантка снова пришла и спросила, вам предложить меню ужина? Меню ужина? И мы подумали, у нас сегодня вечером служение. Мы вскочили. Это удивительно. Мы просидели там весь день. Оно было настолько насыщенно. И именно так оно было и вчера. Было так здорово. Да. Это было восхитительно. По дороге домой вчера вечером мы не могли остановиться, разговаривая с моими детьми о том, чтобы делать это. Они сказали, мама, эй, 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 и сегодня хватит, наши уши уже не выдерживают. Слово веры, оно такое. Оно работает в вас. И оно работает, изменяя ваш принцип жизни. И все, что вы видите, все, что вы слышите, фильтруется верой в Бога и Словом Божьим. Иногда оно становится настолько насыщенным. очень легко представить себе восхищение церкви, восхищение земли, Божьего народа, потому что вы всегда всего в одном вдохе от Него. Это всего лишь еще один шаг веры. Такое впечатление, что вы просто всегда прямо там, когда вы обращаетесь к Слову Божьему, и оно освящено и помазано. Это восхитительно. Мне это нравится. Давайте снова откроем наши Библии на первой главе 2 Тимофея, наше базовое местописание. Если вы только сейчас присоединились к нам, доктор Каролайн Лив является одним из, если не самым выдающимся ученым в мире, изучающим мозг, как нейробиолог, изучающий мозг уже сколько, 30 лет? Да, 30 лет. И она делает все это в первую очередь с точки зрения Слова Божьего, Слова Веры. И до того, как она переехала в Соединенные Штаты, они жили в Южной Африке. И в Южной Африке у нас есть офис нашей миссии. Я проповедовал там, в Йоханнесбурге, в церкви Рэма, когда маг ее муж родился свыше. То есть, так или иначе, мы уже давно как-то связаны. Я сказал это, чтобы сказать следующее. У нее есть преимущество перед другими учеными, поскольку она не только рождена свыше, но у нее есть понимание Слова Божьего. И она в первую очередь полагается на Слово Божье. Наука должна согласовываться со Словом Божьим, вместо того, чтобы пытаться подгонять Слово Божье под науку. Благодаря этому через Дух Божий пришло откровение. И когда она взяла это откровение из Слова Божьего, которое является истиной, и применила его к Божьему творению, к мозгу, тогда это творение из Слова Божьего начала открывать то, каким Бог сотворил этот мозг. Поэтому эта женщина очень умная, говорю вам. Да. Слава Богу. Это здорово. Говорю вам узнавать, как наш мозг работает, и затем начинать обращаться с ним надлежащим образом. Аминь. Вы можете привести его в порядок. Мы будем говорить об этом на этой неделе. Слава Богу. Вы можете привести его в порядок. Аминь. Его можно исправить. Вы можете привести его в порядок. Хорошо. 2 Тимофея 1 глава. 7 стих. «Ибо дал нам...» Вот это слово «дал». Это слово «дал» здесь. Вернитесь к 6 стиху. «Напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Итак, послушайте это. Павел говорит о даре Божьем. «Ибо дал нам Бог духа небоязни, но силы и любви и целомудрия, или здравого ума». Позвольте мне прочитать это с более дословной точки зрения того, как это написано. «Ибо Бог не дал нам духа страха, но он дал нам дух силы, дух любви и дух здравого ума». Дух Святой — это дух здравого ума. Помните, Писание говорит «мы имеем ум Христов». Что это означает? Когда вы встречаете слово «Христос», помните, что мы делаем? Мы останавливаемся, мы переводим и размышляем. Слово «Христос» является греческим переводом еврейского слова «мессия», которое означает «помазаны». Именно «помазание» снимает бремена и уничтожает ярмо. То есть на нашем уме пребывает то помазание, которое пребывало на уме Иисуса, когда Он ходил по земле как Сын Человеческий, и которое пребывает на Его уме сейчас. Его помазание, помазание Иисуса, пребывает на нашем уме. Это означает, что снимающие бремена, славная творческая сила Божья, работает в нашем уме и доступна для того, чтобы работать над нашим мозгом, принося умственное просвещение от Бога. Мы не немного похожи на Иисуса, мы в точности такие же, как Он. Мы рождены от Его Слова, которое является нетленным семенем. Слово Божье. Мы рождены от Слова Божьего. Мы сотворены не только по Его образу, но по Его подобию. Примите это, не спорьте с этим. Примите это. И переходя к этой теме, у нас сложилось такое представление, что с возрастом память становится хуже. Как сказал один идиот, вы поймете, что вы стареете, когда у вас начнет ухудшаться память. Есть три вещи. У вас начинает ухудшаться память, и я не помню, какие были и две остальные вещи. Когда вы говорите, смеетесь и думаете о подобного рода глупостях, именно из-за этого у вас и возникают проблемы. И это не смешно, и это не шутка. Это я поднял эту тему. А люди думают, что это просто юмор. Но это то же самое, что говорить. Ну, надеюсь, я не попаду под поезд до того, как мы доберемся до дома. Ха-ха-ха. Да, это что-то негативное. Это слова смерти. Это слова смерти. Вы говорите либо слова жизни, либо слова смерти. Нет какой-то серой зоны. Нет серой зоны. Не важно, хочется вам от этого смеяться или плакать, это все равно слова смерти. Это все равно слова смерти. Позвольте мне вставить это здесь. И затем я хочу передать слово вам, чтобы поговорить о библейском принципе, о том, как Бог сотворил это и что произошло в Слове Божьем. И затем мы посмотрим, что говорит об этом наука, поскольку они во многом согласуются. Они согласуются. Научный факт и научные доказательства во многих случаях – это две разные вещи. Но когда наука согласуется со Словом Божьим, это научная истина. Хорошо. Я хотел прочитать это из пятой главы послания к римлянам. Двенадцатый стих. Римлянам 5, 12. Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Много лет назад, размышляя о тех вещах, о которых мы сейчас говорим, об уме Христовом, о духе, душе, частью которой является ум, о теле, частью которого является мозг, я хотел, чтобы Бог помог мне правильно, верно, преподавать здесь истину и понять, как их всех нужно питать. Бог дал пищу для духа, для души и для тела. И я изучал это много лет назад. И затем я натолкнулся на место Писания, которое говорит, «Пусть будут дни их 120 лет». Это такое же Писание, как и «Ранами его вы исцелились». Я подумал, «О, что здесь происходит?» И Господь показал мне здесь две вещи. Когда грех вошел в этот мир, структура клетки физического тела была повреждена. Затем, каждые 7-11-12 лет, когда тело полностью обновляет свой клеточный состав, это повреждение в физической клетке с каждым разом понемногу увеличивается. В самом начале, когда продолжительность жизни людей была несколько сотен лет, они не знали, как умирать. Сатане пришлось уговорить человека своими словами довести себя до смерти, потому что, по-другому, он никак не мог его убить. Он не мог просто прийти и убить его. Ему не было позволено это делать. Первоначально власть была именно у человека. Сатана должен был заставить его самого себя убивать. Он должен был научить его тому, как умирать. И это повреждение в структуре клетки увеличивалось и увеличивалось. И затем в пустыне мы видим ограничение до 70 или 80 лет. Те люди говорили, «Мы умрем в этой пустыне, мы умрем в этой пустыне, мы умрем, мы умрем, мы умрем в этой пустыне». И они умерли в той пустыне. И чтобы это не перешло на следующее поколение, Бог отсек всех, кому было 20 лет и больше. Они умерли в той пустыне. Проблема в том, что то проклятие, Иисус взял на себя то проклятие, он был сделан за нас проклятием. Проклятия больше нет. У проклятия нет никакой силы и власти. Но люди по-прежнему говорят точно так же, как они говорили тогда, в 70 или 80 лет. Мы умрем, это убивает меня, до смерти напуган, чуть не умер от радости, умирая от любопытства. Смерть и страх настолько засели, что они так и не смогли выбраться из этой ловушки, ограничивающей их 70 или 80 годами, в которой они были из-за токсичного поврежденного мозга. Как это работает с научной точки зрения? Вы проделали отличную работу. Я слушаю вас и думаю, все верно, вы сами звучите как ученые, понимаете? Да, вы ученые в области Слова Божьего. Вот видите, наука — это просто описание Божьего творения и того, как оно все работает, и она дает представление обо всех его истинах. Вот что такое в действительности наука. Поэтому, в сущности, когда мы становимся старше, наш мозг с возрастом становится лучше. Это пункт номер один. То есть с возрастом наш мозг предназначен становиться лучше, поскольку что-то добавляется. С возрастом становится лучше. Поэтому, чем больше мы правильно используем наш мозг, тем более умными мы становимся, что нормально, поскольку добавляется все больше и больше знаний, и мы весьма интеллектуальные люди. Но если мы добавляем неправильное знание, знание, которое содержит смерть, тогда, очевидно, мы добавляем слишком много токсичного знания. На прошлой неделе мы говорили о токсичном дереве, что это зона страха, а зона любви представляет здоровое зеленое дерево. Поэтому, если мы принимаем правильные решения, тогда наш мозг будет функционировать так, как он и должен. В противном случае мы будем формировать в нем всю эту токсичность. То есть, в буквальном смысле, все определяется тем, как ДНК, которое содержится в хромосомах, в которых содержится вся генетическая информация того, как мы функционируем. И гены просто реагируют на сигналы. Но они предназначены Богом реагировать на здоровые сигналы, сигналы жизни. Поэтому, когда мы говорим слова жизни, говорим Слово Божье, они реагируют, и это приносит жизнь в наше тело. А когда мы говорим «Мои туфли убивают меня» и все другие слова смерти, по сути, ваши слова являются результатом чего-то, о чем вы уже думали, потому что вы не можете говорить то, о чем вы прежде еще не думали. Итак, есть что-то, что мы приняли в свой ум. Мы слышим, что говорится в обществе. Мы слышим, что говорится по телевизору, в средствах массовой информации. Мы слышим, что говорят люди, и мы просто принимаем это, и мы думаем об этом. Мы формируем память. Мы насаждаем эти токсичные модели мышления в своем мозге. И как только там оказывается что-то подобное, это приводит к нейродегенерации, поскольку генетический материал не предназначен реагировать на токсичный сигнал. Представим, что токсичный сигнал выглядит так. А здоровый сигнал – как вот такая красивая-красивая волна. И когда вот это достигает клетки, оно проникает в клетку. Сигнал воспринимается клеткой. У каждой клетки в нашем организме есть эти маленькие двери, как в доме есть двери и окна. И на каждой клетке находятся более тысячи так называемых рецепторов, которые являются этими дверями. И каждая из этих дверей предназначена реагировать на конкретное химическое вещество, на поступление кислорода и все остальное. Это целая биохимическая реакция. И при определенных условиях они открываются и закрываются. Сигнал может поступать в клетку на химическом и на электромагнитном и квантовом уровнях. В одном случае эта дверь откроется посредством химического сигнала и закроется. А затем-то дверь откроется посредством квантового сигнала и закроется. То есть, другими словами? И это все для жизни клетки. Это похоже на химический завод, который перерабатывает различные химические вещества для функционирования всего организма. Химические вещества и белки? И мысли, и слова. Это сигналы, которые все запускают. Поэтому то, что вы думаете и то, что вы говорите, является доминирующими сигналами, приводящими в действие клетки вашего организма. Поскольку клетка – это всего лишь наименьшая функциональная единица тела, ожидающая, когда ее, так сказать, включат. Например, если в этой комнате темно, и мы не пойдем и не включим свет, он не включится. То же самое можно сказать и про клетки. То есть, клетки ждут, когда мы войдем и включим их. Двери открыты. Когда они реагируют на мысли и слова, а не на… Они реагируют на мысли и слова. И они реагируют на химические вещества. То есть, они реагируют на сигналы. И основным сигналом, на который реагируют клетки, являются ваши мысли, а затем порождаемые этой мыслью слова. Ваши мысли и слова, можно сказать, работают вместе. Также они реагируют на химические вещества, которые образуются в организме, и которые мы вдыхаем. Поэтому то, что мы едим, то, что мы вдыхаем, оно все сосредоточено снаружи клетки. Итак, вот ваша клетка. И внутри нее есть вся эта структура, которая готова отреагировать. И так она готова отреагировать. В 95-99% случаев клетка реагирует на наши мысли, и лишь от 1 до 5% случаев она реагирует на химические вещества, что очень интересно. Как только поступает сигнал, это ваша клетка. Как только сигнал, и так вот у нас есть клетка. Внутри нее есть эта структура. Снаружи находится окружающая ее среда. Все. Все. Все, из чего состоит ваша жизнь, находится в каждой из этих клеток. Точно. У нас от 75 до 100 триллионов клеток, и в каждой из них содержится полный набор генетического материала. Это потрясающе. Это даже трудно подсчитать. А снаружи каждой из этих клеток находятся все эти двери. У каждой клетки их порядка тысячи. И они все открываются и закрываются в разное время в ответ на внешние сигналы. Позвольте мне у вас просто спросить. В качестве иллюстрации. Допустим. Да. Это жировая клетка. Хорошо. Эта клетка предназначена хранить жир, пока он не понадобится как источник энергии. Гормон в виде сигнала подходит к этой клетке, она открывается, в результате чего этот жир превращается в глюкозу, которая является источником энергии. Мы говорим именно об этом процессе, не так ли? Практически да. Если вашему телу нужно, да. В качестве сигнала может выступать либо гормон, либо что-то другое. И он подходит к этой жировой клетке, открывает ее и заставляет ее делать то, что она должна делать. Да. И у этой клетки более тысячи дверей. Все рецепторы настроены индивидуально на свой конкретный сигнал. Можно я возьму это? Одна из этих дверей будет реагировать на конкретный гормон. Это называется специфичностью клетки. Они не открываются все сразу. В один конкретный момент откроется одна дверь, в другой момент другая, в еще один момент третья. Все зависит от клетки. Это в том случае, если все работает правильно. Правильно. Если все не работает правильно, все эти двери просто выбиваются. Клетка становится уязвимой. Клетка теряет специфичность, которая была предусмотрена Богом. И наступает хаос, потому что все двери и окна... Представьте, что такое происходит здесь, в вашей студии. Все двери и окна выбиты. Пронеслось торнадо. Вы можете представить, что произойдет? Это то, что мы делаем, когда мы думаем, имея токсичные мысли. Мы в буквальном смысле обрушиваем торнадо на наши клетки, которые выбивают эти двери. И тогда в них может проникнуть что угодно. И вся наша генетическая информация срабатывает негативным образом. Мы формируем эти токсичные мысли, которые являются нейродегенеративными, поскольку они формируются неправильно. По сути, со временем из-за них клетки мозга просто дегенерируют. Поэтому, если мы многие годы негативно реагируем на события и обстоятельства, у нас разовьется болезнь Альцгеймера, слабоумие, что бы там ни было, болезнь Паркинсона или все эти различные заболевания, потому что мы поместили себя в зону риска. И я не буду говорить, что если у вас сердитые и недовольные мысли, вы заболеете болезнью Паркинсона. Никто не знает этой связи. Что мы знаем с точки зрения науки, это то, что каждый раз, когда вы думаете, прокручивая токсичную мысль, и вы не избавляетесь от нее, возникает 75-98% вероятность того, что вы заболеете. И это то, что говорит Писание. Это то, что говорит Писание. Иакова 1, 13-15. Грех возрастает и порождает смерть. Это кажется чем-то ненаучным, но есть эта четкая связь. Если мы не избавляемся от этих мыслей, мы находимся в зоне риска того, что можем заболеть. «Размышляйте над Моим Словом день и ночь». Точно. Вы будете иметь хорошее успевание. День и ночь. Вы будете преуспевать. Преуспевание там. И во 2-м стихе 3-го Иоанна сказано. «Молюсь превыше всего, чтобы ты здравствовал и преуспевал, как преуспевает душа». И частью души является ум, который управляет мозгом. Мозг — это слуга ума. Апостол Павел написал в одном из своих посланий. «Я молюсь, чтобы вы были сделаны целостными. Ваш целый дух, ваше целое душа и ваше целое тело». Дух, душа и тело были сделаны целостными. Тело. Цельное. Люди многие годы думали, что дух и душа — это одно и то же. Нет. Но Писание этого не говорит. Это не так. И теперь мы знаем, что это не так. Это не одно и то же. Это три отдельные. И то видение, которое у вас было много лет назад, о котором мы вчера говорили, об истощенном духе. Если наш ум не делает то, что он должен делать, создавая связь между духовным и физическим, если наша душа не прислушивается к Духу Святому, наш дух не будет возрастать, не будет развиваться. И у нас, как вы говорили, будет откормленная голова и истощенный дух. Наш ум участвует в развитии духа. И наше время подошло к концу. Наше время подошло к концу. Мы вернемся через минуту. Сейчас начинается передача «Победоносный голос». Верующего я, Кеннет Коплэн. Давайте помолимся. Отец, спасибо тебе за эту передачу. И вследствие особого содержания этой передачи и того, что мы были не знакомы с этим, Господь. Мы благодарим тебя за то, что ты открываешь наш ум для понимания. Когда доктор Лив будет вести нас по Слову Божьему и приносить научную истину Слова Божьего в наше мышление. И... О, мы имеем ум Христов. И поэтому у нас есть мозг, который функционирует посредством ума Иисуса. И мы благодарим тебя, Господь. Мы так благодарны. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте вместе поприветствуем доктора Каролайн Лив на этой передаче. Добро пожаловать, спасибо. Да, Господь, помилуй. Я в таком восторге от всего этого, потому что... Позвольте мне показать вам... Что происходит в научном мире? Писание говорит, что даже начальством и властям, говоря об ангелах Божьих, «Через церковь соделалась известной мудрость Божья». Тело Иисуса Христа, люди, которые были рождены свыше, переведены в Его Царство, являются теми, кто действует по вере. И откровение Слова Божьего приходит в церковь. И особенно последние 50 лет. Мы живем в эти последние дни, когда оно просто возрастает и расширяется. И мы больше раскрываем Царство Божье. Когда это происходит, когда приходит это помазание, тогда Дух начинает раскрывать определенные вещи в умах ученых, врачей и так далее. и одни из них ухватываются за это и принимают это. Другие просто отвергают, считая это чем-то несуразным. Но оно там. И по мере того, как они возрастают в этом, и они видят многие вещи, большие успехи делает доктор Лив. Она уже впереди них, потому что она ходит в откровении как Слова Божьего, так и науки. И она выдвинула некоторые предположения 25 или 30 лет назад, когда только начинала. И она уже тогда жила словом веры. И когда она выдвинула эти предположения, ей сказали, нет, 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 это абсурд. Но позже эти предположения оказались верными. Понимаете, вот что происходит, когда рожденный свыше мужчина или женщина, находясь на своем месте в теле Христовом, делает то, что она призвана делать. Тогда благословение Господне, которое в вас и на вас, и помазание, которое в вас и на вас, начинает переливаться через край в том деле, которым вы занимаетесь. Переливаться через край в вашей церкви. Это то, кем мы являемся. Мы представители Царства Божьего. Давайте вернемся к нашему месту Писания. 2 Тимофею, 1 глава, 7 стих. «Ибо дал нам Бог духа небоязни, но духа силы, духа любви и духа здравого ума». Здравый ум – это не ум, управляемый страхом. Здравый ум – это ум, управляемый любовью, управляемый Словом Божьим. Давайте вернемся к книге Иисуса Навина. В первой главе книги Иисуса Навина мы видим Иисуса Навина накануне того, как Ему предстояло перейти через Иордан и вступить в сражение. Восьмой стих. «Да не отходит сия книга закона или Слово Божье от уст твоих. Не говори ничего, кроме Слова Божьего». Итак, задумайтесь над этим. Для того, чтобы говорить Слово Божье, вам нужно думать Словом Божьим. Для того, чтобы формулировать его, чтобы говорить его, вы должны выбирать мысль и думать ее, прокручивая ее, и затем говорить ее. Именно так обновляется ум. В любом случае. Но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Поступать благоразумно. И вот это слово «поучайся» в еврейском языке дословно означает «бармотать». Так, да не отходит сия книга закона от уст твоих. Нет, 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 нет. В последний раз, когда он там был, речь о Иисусе Навине, в той земле было полно исполинов. Там были высокие стены. Это последнее, что Иисус Навин о ней знал. Никто не вошел, никто не вышел. Это последнее, что он о ней знал. Но мы видим, что после того, как он послал туда Саглидатаев, оказалось, что все изменилось. Все уже было далеко не так. Жившие там люди были в ужасе от мысли о том, что они придут туда. что израильский народ будет там. В свое мышление они уже сдались еще до того, как Иисус Навин пришел туда. Но в его мышлении была картина сорокалетней давности. Если бы Иисус Навин держался за нее, он бы нанес себе поражение еще до того, как перешел через Иордан. Он мог думать только о тех исполинах. Это было последнее, что он там видел. Но Бог сказал, «Нет, нет, 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 нет. Думай о том, о чем я говорю тебе думать». Поэтому этот человек, будучи послушан, вот что я хочу, чтобы вы поняли. Благодаря Слову Божьему и благодаря Божьему наставлению, данному ему, когда он послушался Бога, это позволило ему иметь силу выбора. У него была эта сила. Вы можете изменить то, о чем вы думаете, потому что вы можете сказать, «Я больше не буду об этом думать». Но если вы не рождены свыше, вы не можете этого сделать. В вашем духе нет этой могущественной силы, чтобы не спровергать замыслы и пленять всякое помышление в послушании Христу. Но мы, верующие, и внутри нашего духа есть эта могущественная сила, которая омывает наш ум Словом Божьим, которая управляет мозгом. Откуда вы получили эту могущественную силу? Из Слова Божьего. Отсюда, из Слова Божьего. Да. И веря Ему. И веря Ему. Поступая по Нему. Ставя Его на первое место и делая окончательным авторитетом в своей жизни. Вы будете думать так, говорить так, поступать так, делать так. Слава Богу. Итак, Иисус Навин послушался Бога и Он выбрал думать о том, что сказал Бог. Аминь. Только Он выбрал думать. Он выбрал думать. Он мог выбрать не думать. Он выбрал думать. И это управляло Его памятью. Да. Это управляло Его словами. И, конечно же, благодаря этому в Его мозге были мысли силы. Иисус Навин не был озадачен войной и не был смущен всем этим. Он уже знал, куда Он идет и что Он будет делать. Теперь Ваша очередь. Он не мог размышлять о тех исполинах. Нет, нет, не стоит этого делать. Потому что, понимаете, дьявол нарисует вам исполинскую картину. Он покажет вам там огромного исполина, и вы начнете думать об этом. Что происходит, когда вы начинаете об этом думать? В своих собственных глазах вы превращаетесь в саранчу. Поэтому народ израильский победили не исполины, а саранча. Да. И мы здесь исполины. Дьявол не исполин. Писание называет его червем. И побежденным червем. Да. Он под нашими ногами. Не имеет никакой силы. То, что он под нашими ногами, означает, что он под нашей властью. Поэтому это имеет отношение к нашей памяти, это имеет отношение к нашей способности очищать наш мозг от токсичных мыслей. Чтобы он снова был таким, каким он должен быть. Аминь. То есть мы говорим о дисциплинированном уме. Если подумать, Иисус Навин выбрал дисциплинированный ум. Он выбрал. Он сделал выбор. Но он мог сделать неправильный выбор. Однако он выбрал быть вадимым Богом, чтобы оказаться в этом положении. Помните суперпозицию? Я как раз об этом думал. Да. Он находился в суперпозиции. Я могу думать об исполинах, двигаясь в неправильном направлении. Или же я могу думать о Боге и о его обетованиях. И когда мы находимся в суперпозиции, Бог в тот момент говорит нам выбрать Его, быть вадимым Им. Но мы должны сделать этот выбор. Бог не будет отменять наше решение. Как вы знаете, Дух Святой джентльмен. Поэтому нам нужна суперпозиция. И мы выбираем. Мы что-то изменяем. И вот что происходит. Когда мы выбираем Божий путь, что показали наши исследования мозга, у меня в голове крутится так много всего, но я приведу один пример, который я знаю, вам понравится. Внутри нашего мозга есть сети, которые предназначены соединяться с Богом. Все, что связано с нашим мозгом, предназначено соединяться с Богом. И когда мы находимся в суперпозиции, мы можем каждые 2-7 секунд, когда мы обрабатываем информацию и готовы сделать выбор, мы можем активировать для этого внутренние сети нашего ума. Поэтому, когда мы выбираем, когда мы находимся в этом состоянии, что мне делать? Мы активируем все эти... Я покажу вам сейчас картинку, которая поможет нам это понять. У нас есть так называемая сеть режима по умолчанию. Внутри нашего мозга у нас есть все эти сети. И все эти сети покрывают сотню структур в нашем мозге. Все эти структуры мозга работают вместе. Это совершенный оркестр, когда дирижер правильно им дирижирует. И Духу Святому в буквальном смысле нужно быть этим дирижером, чтобы организовать его правильную работу. Поэтому, когда мы говорим, надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой, во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои, мы даем ему эту дирижерскую палочку, чтобы он мог дирижировать нашим оркестром. И когда мы это делаем, наш мозг переключается в так называемый гамма-режим активности. Есть разные виды электрической активности мозга. И, возможно, вы слышали об альфа, и бета, и тета, и обо всех остальных. Гамма — это когда вы находитесь в высшем интеллектуальном состоянии, когда ваш мозг, можно сказать, в суперпозиции. Когда ваш мозг находится в суперпозиции, когда вы переключаетесь в то, чтобы позволять Богу вести вас, когда вы в суперпозиции, когда вы уделяете время тому, чтобы сказать, «Хорошо, Господь, что мне следует делать?» Эти сети включаются. Они играют, как замечательный оркестр. Дирижер делает то, что он должен делать. И мы переключаемся в суперпозицию. Мы переключаемся в гамма-активность. И мы принимаем правильное решение. Интеллектуальная активность нашего мозга максимальна. Мы получаем мудрость. Происходит адекватная доставка кислорода, достаточный выброс нейромедиаторов. Наши клетки реагируют правильно. Правильные сигналы поступают каждый раз по требованию. И мы сотворены так, чтобы делать это каждые 2-7 секунд. Мы сотворены так, чтобы отключаться от внешнего, переключаться на внутреннее и входить в состояние покоя. И это то, что говорят притчи 4-20-22. Обращать внимание на слово, размышлять над словом. Все эти наставления, которые дает нам Бог, чтобы у нас постоянно шел этот внутренний диалог, все это оказывает огромное влияние на мозг. И оно изменяет сигналы, которые передаются по межклеточному пространству. Поэтому, когда Божья гамма-активность активирует эти клетки, эти клетки начинают реагировать правильно. Они начинают функционировать надлежащим образом. Они начинают порождать жизнь внутри нашего организма. Мы начинаем строить, формировать сети, которые обладают силой. В таком состоянии никто не может впасть в депрессию. Да, это невозможно. Мы впадаем в депрессию из-за того, что не находимся в этом состоянии, поскольку это все естественно. Поэтому, когда мы это делаем, мы оказываемся в своей модели, потому что мы сотворены по его образу. Это наше нормальное состояние. Наше нормальное состояние это сверхмощное мышление, принятие хороших решений, когда мы радуемся, несмотря на обстоятельства. Если бы он сидел там и размышлял о тех исполинах, он бы впал в такую депрессию, что не захотел бы утром вставать и куда-то идти. Да, вы не можете функционировать, потому что вы оказываетесь. Это все начинает подавляться. Эти двери выбиваются, на ваши клетки обрушиваются торнадо. Ваш организм начинает давать сбой. Это происходит мгновенно. Быстрее, чем вы успеваете подумать. Каждая из этих клеток оказывается под воздействием каждой из ваших тостичных мыслей. Поэтому, когда мы выбираем Бога, прямо от престола благодати приходит эта гамма-активность, эта энергия, квантовая энергия, которая наполняет наш ум, наполняет наш организм. И Бог что-то делает со многими вещами, которые мы сделали в прошлом, чтобы мы фактически продолжали жить. Знаете, исследования показывают, что когда вы размышляете над Словом Божьим, а не над тем, над чем размышляют, скажем, в других религиях, когда вы размышляете над Словом Божьим, когда вы молитесь, ваш мозг в считанные секунды переключается в этот суперрежим. И это приносит здоровье, жизнь, долголетие, исцеление и изменения. Ваш мозг выглядит по-другому, когда вы размышляете над Словом Божьим, чем тогда, когда вы размышляете над чем-то негативным или просто произвольным. Если вы, как это делается, например, в других религиях медитируете, размышляете о чем-то другом, например, о мире или еще о чем-то, это будет иметь хороший эффект в вашем мозге. Но это несравнимо с тем, когда вы размышляете над Словом Божьим. Да, потому что их Дух не вовлекается. Да, это что-то очень интеллектуальное, очень душевное, а мы были возрождены. Наш Дух родился свыше. Поэтому наш ум предназначен быть Вадимом Духом Святым. В нашем духовном человеке у нас есть наша интуиция, где Дух Святой излагает истину. Поэтому, когда наш ум выбирает, как сделал Иисус Навин, соединиться с интуицией, тогда мы позволяем Духу Святому вести нас. Мы позволяем не человеку вести нас. Мы позволяем не этому миру вести нас. Мы позволяем Духу Святому вести нас. И чем больше я занимаюсь научной деятельностью, тем больше я понимаю, что мы должны жить совершенно по-другому. Это совершенно другой образ жизни. И он настолько надежный, потому что наш мозг предназначен для этого. Другими словами, мы должны осознавать, что мы предназначены 24 часа в сутки разговаривать с Богом, когда спим, когда ложимся спать, в течение дня, когда в каждой ситуации мы говорим, «Дайте-ка я посмотрю на это со стороны и спрошу у Бога». И люди скажут, что это нереально. Но это реально. Это наша модель, потому что, когда вы это делаете, вы счастливый, спокойный человек. Это есть плод. День и ночь. Есть тому подтверждение. Вы начинаете функционировать по-другому. Ваши глаза сияют по-другому. Ваша кожа выглядит по-другому. Есть эта изысканность. Людей тянет к вам. Бог смотрит на намерение сердца. И намерение сердца. Ум и намерение, каким бы оно ни было, это наши отношения. Это хорошее намерение. У здоровой мысли хорошее намерение. Поэтому Бог смотрит на это хорошее намерение. Все в нашем организме сводится к выработке энергии. Это не какие-то причуды. Это наука. И если я нахожусь в хорошем душевном состоянии, если я в этой гамма-активности, я вырабатываю энергию, которая исходит от престола благодати. Я проявляю его любовь. Она физически изливается из меня, что через меня привлекает людей к Богу. Но если у меня негативное, токсичное, капризное и плохое отношение, я критикую и осуждаю, у меня неприятное и недовольное выражение лица, я негативна. И если с вами что-то случается, я распускаю сплетни и пытаюсь все перекрутить. Ведь никто не захочет быть рядом со мной, потому что я вырабатываю этот искаженный сигнал, который достигает вашего тела. И мы интуитивно знаем, что это не то, с чем мы должны соединяться. Это не то, для чего мы предназначены. Мы предназначены быть соединенными со Христом. И произведенные нашими учеными лабораторные исследования показывают, что те люди, которые размышляют над Словом Божьим, отличаются от тех, кто просто размышляет о чем бы то ни было. Помните, это то, что мы делали, когда начали слышать об этом. Мы увидели это местописание, и мы решили, что именно это мы и будем делать. Именно это мы и будем делать. Размышлять над Словом Божьим. День и ночь. День и ночь. День и ночь. И мы это делали. И это изменило все в нашей жизни. Это по-прежнему работает. Вера. Невозможно угодить Богу без веры. Без веры. Это известный из Писания факт. Да. Почему? Почему вера так важна? Она является духовной связью с Богом. С Ним. А Он все. А Он сделал все для нас. И мы должны были быть такими же, как Он. Такими же. Такими же сильными, как Он. Такими же замечательными, как Он. Во всех сферах жизни. Он говорит нам, стремитесь к совершенству, как Он совершенен. Это повеление. Стремитесь к совершенству, как Он совершенен. Обычно нам хочется... Вы не можете одновременно ходить и в страхе, и в вере. Вы можете выбрать веру. И даже несмотря на то, что страх пытается проявлять себя, у вас могут дрожать колени. Но вы можете встать и сказать, я отказываюсь бояться. Мой Бог любит меня. Во имя Иисуса совершенная любовь изгоняет страх. Я отказываюсь следовать тем путем. И когда вы это делаете, все меняется. Меняется. Но для того, чтобы к этому прийти, требуется дисциплинированный ум. Когда Келли тогда оказалась в той ситуации с Линдси, или когда вам сообщают что-то по телефону, что бы там ни было, вы не можете это сделать, если вы не насаждали это. Вот почему написанное в Иакова 1.21 имеет такую силу, насаждаемое слово. Спасет вашу душу. Когда вы оказываетесь в такой ситуации, вы хотите, чтобы из вашего подсознания в ваше сознание всплывало то хорошее, что вы насадили. Поэтому нам нужно это. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Мы должны ежедневно уделять время, чтобы читать Библию, а не просто прочитать ее один раз. И нужно дожидаться, когда у вас возникнут проблемы. Совершенно верно. Вы учили нас этому многие годы, ежедневно проводить время в Слове Божьем. Аминь. Да. И опять-таки, вера является здесь ключевым аспектом. Ключом. Поскольку она связующая звено со всем. Это все духовные силы. Потому что все было сотворено Богом, который есть Дух. Итак, вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. И вера высвобождается, когда вы верите в это в своем сердце и говорите это своими устами. Весь этот процесс управляется мыслями. И это дисциплинированное управление. И в это вовлечен фактор времени. Да. Да, потому что есть некоторые вещи, которые вы говорите даже не задумываясь. Потому что вы уже развили привычку говорить, не думая об этом. Но это все же там. Эти мысли все же есть там. Вы не обращаете на них никакого внимания. Но когда вы берете какую-то мысль, вы выбираете какую-то мысль и говорите ее. Бог сказал, мои мысли выше мысли ваших. Мои пути выше путей ваших. И затем Он сказал, мое слово выходит из моих уст. То, о чем я думаю, и то, какое я есть в этом слове. Поэтому это единственное, чему вы можете доверять. Это единственное заслуживающее доверие мысли. Это гамма-луч, который посылается и избавляет вас от всех этих токсичных плодов. Поэтому, когда вы произносите это над собой, происходит хирургическое вмешательство от престола благодати, очищающее и приводящее все в порядок. Но вы должны сотрудничать с Ним. Настоящая мойка. Настоящая мойка мозга. Да, потому что мы омыты водой Слова Божьего. Слава Богу. И кровь Иисуса уже была пролита. Поэтому нам больше не нужно проливать кровь. Аминь. Поэтому... То есть, когда я начинаю принимать мысль, я беру эту мысль и я говорю ее. Беру и говорю ее. Вы проходите через определенный процесс, и именно в этом и феноменальна наука. Возможно, на другой передаче мы сможем поговорить о том, что вы делаете уже много лет. Я опишу это вам. Я опишу вам, как это принятие мысли вовлечено в время. Когда вы берете эту мысль и говорите ее... Вы берете эту мысль и говорите ее... Берете эту мысль и говорите ее... Берете и говорите ее... Вы берете эту мысль и говорите ее... Я потом смогу говорить это, не беря эту мысль. Она стала вашей мыслью. Вы уже будете брать эту мысль отсюда. Да. Она будет подниматься и выходить из моих уст. И в таком случае она выходит с верой. Давайте посмотрим на это с другой стороны. Кто-то видит... О, нет. Посмотрите на экономику. Он берет эту мысль, и он говорит ее. Он берет эту мысль, и он говорит ее. Он берет эту мысль, и он говорит ее. Банкротство. Вошел страх. И страх поднимается. И по мере того, как страх поднимается, в конце концов, он начнет выходить из его уст. Так что ему даже не нужно будет об этом думать. И в таком случае эти слова будут наполнены силой страха. И они приведут это в его жизнь. Абсолютно одинаково. Да. Да, потому что одна из них является истиной, а другая искаженная истиной. Итак, я беру мысль и говорю ее. 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 Я беру мысль и говорю ее, и... Вместо того, чтобы говорить, о, я должно быть, чем-то заболеваю. Нет. До вас доходит, о, ранами его я исцелен. И когда это вышло из вас, оно вышло наполненное верой. И когда оно выходит наполненной верой, оно обладает созидательной силой. Аминь. Аминь. Да. Аллилуйя. Да. И когда вы все это делаете, проходите через весь этот процесс, знаете, что происходит? Ваш мозг очищается, и он исцеляется. Обновляется. И он становится здоровым, и ваш ум обновляется. И вы становитесь настолько старыми, что уже даже старые люди называют вас старым. Но у вас по-прежнему есть ваша память, ваши зубы и ваши волосы. Слава Богу. Не уходите, мы вернемся через минуту. Здравствуйте. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Отец, мы благодарим тебя сегодня за Твое слово. Мы приступаем к Нему, открывая наши уши, открывая наше сердце, открывая наш ум для откровения с небес, открывающего Иисуса. Открывающего то, кем ты являешься, Господь, и кем мы являемся в Тебе. И мы благодарим тебя за это. Мы принимаем его прямо сейчас. Во имя Иисуса. Аминь. Присоединяйтесь ко мне сегодня снова. Мы с Глори просто наслаждаемся доктором Кэролайн Лифф. Мы наслаждаемся этими передачами. И вчера, после того, как мы закончили запись, мы вместе обедали. И мы обедали, и обедали, и обедали, и мы разговаривали, и разговаривали, и разговаривали. Это настолько удивительно видеть, как Слово Божие подтверждается в научной сфере. Потому что мы с вами знаем, что шла большая борьба. Между учеными и Библией. И они только сейчас нагоняют Слово Божье. Но эта женщина, возможно, является самым выдающимся нейробиологом в мире. И все потому, что она уже более 30 лет исполнена Духом Божьим, живет и ходит верой. Она начала эти исследования, основываясь на вере и исходя из того, что Слово Божье является истиной. И откровение Слова Божьего нашло научное подтверждение. Так что теперь это научная истина. Это не просто научные факты. Это научная истина. И это так здорово, когда вы проникаете туда и видите, что на самом деле происходит внутри. Вы прокручиваете в голове какую-то мысль. Что происходит с этой мыслью? Что она делает? Повреждает ли она мозг? Я не сказал это, как шутку. Токсичные мысли на самом деле физически повреждают мозг. Я узнал это от нее. Слава Богу, у меня это прозвучало хорошо. Прозвучало хорошо. Давайте вернемся к нашему месту Писания. И давайте снова поприветствуем Кэролай на этой передаче. Спасибо, я так рада быть здесь. Первая глава 2 Тимофея. Это наше базовое местописание для этих передач. Седьмой стих. «Ибо дал нам Бог духа небоязни, но духа силы, духа любви и духа здравого ума». Итак, заметьте, здравый ум – это ум любви. Здравый ум – от силы Божьей. Аминь. Если ваш ум управляется и контролируется страхом, он не является здравым. Он не может быть таковым. Он изначально не был сотворен для того, чтобы в нем была эта искаженная духовная сила. Она повреждает его. Давайте откроем сейчас 12 главу Римлянам. На прошлой передаче мы говорили об этом процессе. Я хотел бы снова вернуться к этому. И затем вы покажете нам, что происходит. Потому что это то, что мы делаем многие годы. Это то, что Бог научил нас делать. Бог сказал, «Мои пути выше пути ваших. Мои мысли выше мыслей ваших. Но мое слово исходит из моих уст». И затем Писание говорит, «Эй, глупец!» Оно говорит, «Мудрость взывает на улицах. Эй, глупец, как долго ты будешь оставаться глупым!» В еврейском оригинале там так дословно и говорится, «Глупец!» И как долго ты будешь оставаться таковым? Я даю тебе свою мудрость! Да. И теперь, 12 глава Римлянам. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, и ваш мозг является частью вашего тела. В жертву живую» — это то, что Бог говорит о вашем теле и вашем мозге. «Живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». В его глазах оно уже святое, и оно уже благоугодное. И все, что вам нужно сделать, это предложить его. И вам нужно быть очень конкретными насчет этого. Не подходите к этому несерьезно. Совершите хлебопреломление. Сядьте перед ним и скажите, «Это тело принадлежит тебе, ты купил его, ты заплатил за него, и ты позволил ему быть моим жилищем. И во имя Господа Иисуса Христа я вижу здесь, что в твоих глазах оно святое и благоугодное, и я отдаю его тебе, Господь. Я в твоем распоряжении». И с этого момента я думаю, имея твои мысли, я думаю, опираясь на твое слово. И заметьте, что происходит. «Не сообразуйтесь». Слово «сообразовываться» означает «приобрести какую-то форму». Это подобно тому, как специальный пресс штампует. Например, крылья автомобиля, которые выходят из-под него одно за другим. «Не сообразуйтесь с веком Сим». «Не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». И вчера мы говорили о том, что вот это мысли Божьи. Это пути Божьи. Это мысли и пути, которые выше. Но мы были рождены свыше от семени этого слова. У нас есть способность принимать его. И Бог поработал со мной много-много-много лет назад, когда я сквернословил до того, как родился свыше. И знаете, Глория говорила, «Я больше никогда не покажусь с тобой снова на людях». Я спрашивал, почему? Ты же не будешь повторять это? Я спросил, почему? Она сказала, «Потому что ты сквернословишь». Я спросил, «Черт, что я сказал?» Я даже не слышал этого. Я не слышал этого, когда говорил это. Я говорил эти слова, даже не задумываясь о них, потому что мое сердце было наполнено ими. И от избытка сердца говорят уста. Это идет в обход. Эти мысли были там, но мне не нужно было выбирать их. Они выходили из моих уст. Они были наполнены страхом и всей этой жизнью. Но я родился свыше. И на протяжении нескольких дней у меня было такое ощущение, что у меня во рту был кирпич. Бог очистил мои уста. О, я был так рад, что моя жена снова выйдет со мной на люди. Это было так замечательно. И то же самое происходит с фразами, «О, я до смерти испугался». Я боюсь этого. Боюсь, что да. Боюсь, что нет. Все эти мысли страха вредят вашему мозгу. Ну, я не имел это в виду. Не имеет никакого значения, что вы имели в виду. Вы сказали это. То есть для того, чтобы вы сказали это, эта мысль должна быть у вас где-то там, потому что вы не можете говорить, не имея соответствующих мыслей. И вот это единственные мысли, которым вы можете доверять. Это единственный источник мыслей, которому вы можете доверять. Ранами его вы исцелились. Вы берете мысль, и вы говорите ее. Вы выбираете эту мысль, и вы говорите ее. Иисус сказал, «Зачем вы принимаете мысль, говоря?» Именно так вы ее принимаете. Вы берете ее, вы думаете о ней, и вы говорите ее. Вы берете ее, вы думаете о ней, и вы говорите ее. Вы целенаправленно принимаете это решение. Это мое. Это мое. Это мое. Я представил свое тело в жертву живую. Я сделал это. Это мое. И вы продолжаете, продолжаете, продолжаете делать это. Вы храните это слово у себя перед глазами. Вы преклоняете к нему свое ухо, и вы видите его. Вы говорите его. И вы размышляете над ним день и ночь. И придет время, и вскоре, буквально через минуту мы узнаем, как оно на самом деле работает. Весь этот механизм. И в один прекрасный день вы скажете, слава Богу, ранами его я исцелился. И когда вы это скажете, эти слова будут полны веры. Вера приходит от слышания, от слышания от слова Божьего. Вера постоянно приходит. Но когда она начинает переливаться через край, она просто выстреливает из ваших уст. И дойдет до того, что из вас будет выходить именно это, а не что-то другое. Когда посреди ночи вы ударите свой палец на ноге, вместо того, чтобы закричать «проклятие», вы закричите «Иисус!» Это то, что будет внутри вас. Это обновление ума. Это то, что в вас. Да. Обновление ума. Угадайте, как мы об этом узнали? Да. Как-то ночью я сломал на ноге палец. Споткнулся в большую старую зеленую атаманку. Она стояла на зале. Услышал «бам!» Я закричал «Иисус!» Слава Богу, я принимаю свое исцеление. Отлично. Когда я медленно переставил ноги, в конце концов я лег спать. На следующее утро я проснулся. И такое впечатление, что дьявол стоял надо мной, когда я открыл глаза, чтобы сказать «Эй, почему бы тебе не проверить и не посмотреть, исцелен ли ты?» Да. Мне не нужно проверять и смотреть, истинно ли Слово Божие. Мой палец не является основанием. Вера является основанием. Это просто пространственно-временное измерение. Да. Мое дело принять это, верить в это и говорить это, и в процессе принять это. Я сказал «Нет, благодарение Богу я исцелен». И я сел на кровать. Я закрыл глаза, потянулся и достал из ящика комода носки. Я не смотрел на свой палец, чтобы проверить его. Я сидел на кровати, и я начал надевать на ту ногу носок, и я услышал это. Это был дьявол. Я услышал его. «Почему бы тебе не посмотреть на свой палец? Он синий и черный». Я подумал, а какая разница? У меня есть очень близкие друзья, у которых все пальцы черные. Я имею в виду, какая разница. Потому что он просто не может этого выдержать, когда вы бросаете это ему в лицо. Смеетесь над ним. Это было что-то в то утро, могу сказать вам. Поэтому я закрыл глаза. Надел носок. Вышел из спальни и сказал «Глори, я еду в аэропорт, у меня встреча с мистером Спинксом». Я сел в машину и поехал в аэропорт. Я зашел туда, и когда я наступал этой ногой, я чуть ли не вполз туда. И девушка, сидевшая за стойкой, спросила «Что случилось?» Я сказал «Около двух часов ночи я споткнулся и сломал на ноге один из пальцев». Но, знаете, Иисус сказал, когда был на этой земле, что «Все, чего я не буду просить в молитве, я должен верить, что получаю это, и будет мне, и я хочу, чтобы вы знали, что я исцелен во имя Иисуса». К тому времени, как я закончил говорить это, она уже убежала куда-то. Я просто стоял там. Стоял там. Говоря? Я встретился с тем человеком, вышел оттуда и сел в машину. Тот самолет, который я собирался посмотреть, стоял на другой стороне. Я подъехал к нему, и я прославлял Бога, и прославлял Бога, потому что это было внутри меня. Так что мне даже не нужно было об этом думать, это просто выходило из меня. Это просто выходило. И когда я вышел из машины и начал идти, я заметил, слава Богу, палец совершенно здоров. Боже мой, разве это неудивительно? Разве это неудивительно? Это просто удивительно, слава Богу. И теперь вы расскажите мне механику этого, суть того, что я сделал. Хорошо. Вот эти слова «хвала Иисусу», которые сразу же тогда вышли из вас, это память, которую вы довели до автоматизма. То есть, говоря научным языком, формирование привычки – это доведение чего-то до автоматизма. И доведение до автоматизма означает, что мы делаем именно то, что вы описывали. И это занимает определенный период времени. И я хотела бы объяснить этот факт времени, чтобы показать вам, почему оно все дисциплинировано, упорядочено, не что-то хаотичное, случайное, что можно сделать раз, и оно будет работать. Слышание, от которого приходит вера – это процесс. Научные исследования показывают, что когда вы читаете писание, возьмем, к примеру, писание. Когда вы читаете какое-то местописание, и это все, что вы на данный момент делаете, когда вы читаете это местописание, у вас формируется временная память. Временная память будет формироваться в вашем мозге в виде маленькой белковой ветки с химическими веществами. Это то, что мы называем кратковременной памятью? Кратковременная память. Временная память. Кратковременная память. Итак, это кратковременная память. Хорошо, и вот, например, у нас здесь есть нейрон. Нейрон в мозге. В мозге есть примерно 100 миллиардов нейронов. 20% от всех клеток мозга представлены нейронами. Остальные 80% представлены другими видами клеток. Наша память или наши мысли формируются именно благодаря нейронам. Часть вот этой маленькой елки наверху и есть память. Так выглядят наши мысли. Наши мысли и память. Это то, что мы формируем. И вы можете видеть все эти маленькие ветки, отростки, которые называются дендритами. Это то, что мы добавляем. То есть вы увеличиваете число дендритов, и она становится больше и более сложной. Память увеличивается благодаря появлению новых веток. Да, поэтому чем больше раз вы его читаете, чем больше вы о нем думаете, тем все больше и больше веток вы добавляете. И каждый раз, когда вы снова смотрите на это местописание, оно снова поднимается, и вы добавляете все больше и больше веток. Поскольку у вас был опыт, эта ситуация с больным пальцем добавилась к существующей памяти, которую вы сформировали. А именно к тому, что ваш Бог исцелит вас. Поэтому у вас есть очень сильная зеленая здоровая память, которые продолжают добавляться все больше, больше и больше. Ваш мозг всегда следует за вашим умом. О чем вы думаете, то и будет расти. Но в это вовлечен определенный процесс. У нейрона есть еще один длинный отросток, который называется аксоном. Все вот эти трубочки, так называемые микротрубочки, это различные химические вещества. И я хочу показать вам здесь вот этот контакт. Видите вот эту небольшую щель? И в ней эти маленькие пузырьки. И вот эту полоску. Итак, это маленькие двери. И эти двери называются рецепторами. Они находятся снаружи клетки, и мы говорили о них на прошлой передаче. И эти маленькие двери, они выглядят примерно так. Вот один нейрон встречается с другим нейроном. Между ними образуется область контакта, которая называется синапсом. Поэтому синапс – это область контакта. Вот эти маленькие красные шарики – это различные химические вещества. Их очень много. Габа, серотонин, дофамин и другие различные нейромедиаторы, участвующие в процессе формирования памяти и мышления. И сейчас в нашем мозге вот здесь столько всего происходит, где у нас формируется временная память. Формирование временной или кратковременной памяти происходит в синапсе. И вот этот маленький растущий отросток или ветка – это дендрит. Один из них. Чтобы было понятнее, я нарисовала только один дендрит. И временная память формируется в дендрите. Временная или кратковременная память сохраняется от 24 до 48 часов. Если я больше не буду ничего делать с этим местом Писания, не буду снова читать его и говорить его, и читать его, и говорить его, и думать, и спрашивать, обсуждать, действительно грызть его, как собака каждый день грызет кость, то в течение 24 часов эти связи распадутся и испарятся, денатурируются. Говоря научным языком, структура белка денатурируется. Она просто «пшш», ее нет. Но если я продолжу делать это и на третий день, я буду продолжать читать это местописание, продолжать размышлять над этим, продолжать разговаривать об этом с Богом, продолжать этот внутренний диалог, как минимум в течение 7 минут, то на третий день это начинает производить изменения в ядре клетки. Вот ядро клетки. И теперь что-то начинает изменяться вот здесь. Восвобождаются определенные белки, группа белков, и они похожи на маленьких пуделей. Мы называем их нано-пуделями. Это группа белков, которые высвобождаются только на третий день. Поэтому представьте себе этого маленького милого пуделя, французского пуделя с маленькими белыми лапками. Вы знаете, как обычно стригут французского пуделя. Это смешная аналогия, но так вам будет легче это понять. Вам нужны эти пудели. Если эти пудели не будут активированы, у вас не сформируется долговременная память. Для того, чтобы кратковременная память перешла в долговременную память, на третий день, когда мы снова читаем это местописание, мы активируем в своем мозге огромное количество этих нано-пуделей. Не одного, а много. Затем эти нано-пудели должны гулять. Каждый день вы должны выводить нано-пуделя на прогулку, и вы должны выгуливать его как минимум 7 минут в день. И на протяжении как минимум 21 дня. И каждый день, когда этот нано-пудель гуляет, он гуляет внутри вот этих микротрубочек. И в каждой сети, в каждом нейроне, по сути, в каждой сети 10 миллионов микротрубочек. А их в мозге 100 миллиардов. И ваш мозг вот такого размера. Цифры просто впечатляющие. Как Бог все сотворил. Эта структура настолько феноменальна. И нам нужно, чтобы эти маленькие пудели в буквальном смысле гуляли по этим микротрубочкам. Внутри этих микротрубочек есть маленькие дорожки, по которым гуляют эти маленькие пудели. И когда они гуляют, они откладывают информацию, которая превращается в квантовый спин. И она в буквальном смысле откладывается. И когда вы на следующий день выгуливаете его 7 минут, если вы не выгуливаете его 7 минут, она не отложится правильно. На следующий день опять 7 минут. Через 21 день у вас фактически формируется память, которая находится в вашем мозге. Это то, что происходит внутри. Снаружи, если вы посмотрите, как формируется ваша память, эти маленькие ветки — это множество дендритов. Вот лишь один из них. Изменяется структура дендрита. И на 7 день снаружи появляется что-то вроде шишки. То есть до этого все происходило внутри. Но вдруг снаружи появляется шишка. Это означает, что происходят изменения. Но этого недостаточно. Если я на этом остановлюсь, это все еще может испариться. Я могу забыть это. Это не изменит мою жизнь. Если же я дохожу до 14 дня, эта шишка приобретает форму леденца на палочке. Если я дохожу до 21 дня, она приобретает форму гриба. Только когда снаружи моих дендритов эти шишки приобретают форму гриба, только когда они приобретают форму гриба, только тогда я уже достаточно выгулила моих пуделей, чтобы сформировать долговременную память. Вот я сформировала ее. Я понимаю это. У меня есть хорошее маленькое зеленое дерево. Это новая маленькая память. Теперь я должна практиковаться, используя ее. И это по 7 минут в день на протяжении 21 дня. Я называю это 21-дневной детоксикацией. Весь этот процесс описан в моих книгах. Итак, теперь у меня есть эта замечательная память. Но я хочу, чтобы это стало привычкой. Я хочу, чтобы это местописание вырывалось из моих уст, когда я ударяю свой палец. А для этого я должна практиковать использовать его в своей жизни как минимум 7 раз в день. Говорите его, цитируйте его. Переживайте его. Не делайте это просто механически. Спрашивайте. Господь, что это для меня означает? Это настоящий внутренний диалог с Богом. Вот где подключается размышление. Вы не просто говорите. Это разговор. Это отношение. И делая это 7 раз в день, вы практикуете это на протяжении еще двух циклов по 21 день. То есть еще 42 дня вы осознанно, осознанно практикуете использование этого нового местописания, или нового образа мышления, или какого-либо нового знания. И вы приходите к 63 дню. На 63 день эта привычка доведена до автоматизма. Теперь эта мысль будет посеяна в подсознании. И когда вы ударяете свой палец, она всплывает оттуда. О чем бы вы ни думали, если вы уделяете время и дисциплинированно насаждаете, сперва на протяжении 21 дня вам нужно растить это. Но затем вам нужно довести это до автоматизма, что занимает еще минимум 42 дня. И за 63 дня вы создаете что-то, что вы можете использовать, что доступно, что будет всплывать из подсознания, когда оно вам понадобится. И затем каждый раз, когда вам нужно, вы говорите это, вы делаете это более сильным, оно становится еще сильнее. То есть в следующий раз это будет наполнено еще большей верой, и еще большей верой, либо в правильном, либо в неправильном направлении. И это работает как в отношении чего-то позитивного, так и в отношении негативного. Это называется пластическим парадоксом в мозге, когда вы можете делать это как чем-то позитивным, так и негативным. Происходит тот же самый процесс, за исключением того, что когда вы делаете это с чем-то негативным, эти маленькие пудели гуляют неправильно. Вместо того, чтобы выводить их на прогулку, мы бьем их. Неправильный сигнал. Мы не кормим их. Поэтому это несчастные, нездоровые пудели, нездоровые белки. Формируется нездоровая память. И в конечном итоге эта память разрушается. И это приводит к болезни Альцгеймера, слабоумию, нездоровью, воспалению, раку. Оно производит разрушение в нашем мозге и в нашем теле, потому что наш мозг управляет нашим телом. Позвольте мне вставить это здесь. У нас осталась буквально минута. Итак, постараемся войти в покой Оны, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа. Ум находится в душе. Душе. До разделения души и духа, составов... И мозгов. И мозгов. И... Вот что я хотел здесь ставить. И судит помышления и намерения сердечные. Вот оно, намерение мысли. Итак, ваша душа функционирует и использует мозг. Как в местилище. И по мере того, как она это делает, вы берете мысль и говорите ее. И особенно та часть, которая связана с говорением. В ваших устах Слово Божье, Его Слово, которое наполнено Его ДНК, Его жизнью. Иисус сказал, «Мои слова — это жизнь и дух. И это входит в мое существо, во внутреннего человека, где находится вера, где находится любовь, радость, мир...» Да. И все остальные духовные силы. Сверхъестественные силы Божьи. И когда оно растворяется верой и выходит из ваших уст, оно является созидательным. Изменяя все. Созидательным. Оно является созидательным. И ваш дух, душа и тело. Вместе. Работают как одно сверхъестественное целое. Которое выглядит, звучит и получает те же самые результаты Иисуса. И это то, для чего мы предназначены. Это то, чему я пытаюсь учить. Это основная цель того, чему я пытаюсь учить людей. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Это передача «Победоносный голос верующего». Давайте помолимся. И мы сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Отец, спасибо тебе. Мы прославляем тебя, мы благодарим тебя, и мы поклоняемся тебе. Мы открываем свое сердце в послушании тебе, Господь Иисус. Ты сказал, если кто имеет уши слышать, да слышит. Я стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, «Я войду, и мы слышим тебя, Господь». Мы открываем свои уши и свое сердце для откровения с небес. Мы алчим и жаждем твоих исцеляющих вод, которые текут, и праведности Божией. И мы наполнены во имя Иисуса. Аминь. Аминь. И давайте снова откроем нашу Библию на первой главе. Второго Тимофея. Это настолько позволяет видеть в этом совершенную волю Божью. Второе Тимофея. Первая глава. Седьмой стих. Мы можем видеть в этом совершенную волю Божью. «Ибо дал нам Бог духа небоязни». Ну, знаете, брат Копланд, небольшой страх может быть даже полезен для здоровья. Нет, нет. В нем нет ничего полезного для здоровья. Он из ада. Это искаженная вера. Дух страха — это дух смерти. И страх подключает вас к духу страха. Точно так же, как вера подключает вас к духу Божьему. Поэтому в страхе нет ничего хорошего. Утвердите это для себя сейчас из Слова Божьего. Мне не важно, что говорит ваш психиатр, психолог, от кого бы вы это не слышали, даже если это всю жизнь говорила вам ваша мама. Пусть Бог ее благословит. Но она ошибалась. Итак, нам нужно обратиться к Слову Божьему. Бог дал нам духа не страха, но духа силы, духа любви и духа здравого ума. И затем вы приходите к 13 стиху, в котором говорится, «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе». Аминь. Я был настолько удивлен, когда впервые начал изучать вашу работу, особенно «Как включить свой мозг». Я читал вашу книгу, и я был удивлен, когда увидел то воздействие, которое оказывает мысли, что наш мозг создан для любви, силы и веры. Любви, силы и... Здравости. Веры. Здравости. Здравые слова веры. Да. Во Христе Иисусе. Именно так он и был создан функционировать. Он не был создан обращаться со всем этим другим. Ни один человек не был создан способным обращаться с грехом. Да. Мы сотворены по образу Божьему, поэтому зачем? И затем... Это искажение. Когда вы видите, как он на самом деле работает, когда ваше мышление крутится токсичные мысли, вы фактически повреждаете свой мозг. Давайте обратимся. Я хочу прочитать два местописания. Если вы хотите открыть их, откройте их оба в своей Библии. Первое – это 102-й псалом. Мы сначала посмотрим его, и затем мы обратимся к 16-й главе Евангелия от Луки. Поэтому откройте оба этих местописания. Давайте обратимся к 102-му псалму. Благослови, душа моя, Господа. Позвольте мне вам здесь напомнить. Бог сотворил человека и благословил их, сказав, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, владычествуйте над ней. Все, что летает, плавает и ползает, у вас есть полное владычество над всем этим. И жизнь, и смерть во власти вашего языка. Хорошо. И вот эта сила благословения, это та же самая сила, которую использовал Бог, чтобы сотворить все материальное. И когда мы родились выше, семя благословения Авраама является тем же самым благословением, которое пребывало на Адаме. Иисус вернул его, но изначально оно пребывало на Адаме, и затем Иисус ходил в нем и проповедовал его. Это было благословение Божьей, слава Божьей, которое воскресил Иисус из мертвых. И вот оно здесь. Благослови, душа моя, Господа. Видите, что он делает? Он благословляет. Он использует эти слова. Я благословляю тебя. Господь, я благословляю тебя. Я благословляю тебя. Это сильно отличается от от «будь проклят». Подумайте об этой разнице. Бог никого не проклинает. Поэтому соединять слово «бог» с какими-то словами проклятия – это богохульство. Бог никого не проклинает. Он искупитель. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, все мое существо, все, что у меня есть, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Я хочу сосредоточиться на этих словах. Не забывай, не забывай. Вы можете целенаправленно помнить. Это не какие-то ловкие приемы для развития памяти. Есть много всяких приемов для развития памяти, и в этом нет ничего плохого, но мы говорим здесь о чем-то реальном. Давайте теперь откроем 16 главу Евангелия от Луки. Здесь есть огромное откровение. Посмотрите это. Помните? Посмотрите, дело в следующем. Помните Лазаря? Некоторого нищего именем Лазарь и некоторого богача. И в 22 стихе мы читаем. «Умер нищий и отнесен был ангелами на лона Аврамова. Умер и богач, и похоронили его. И его похоронили». Вы это понимаете? Знаете, куда отправилось его тело? В яму в земле. И его мозг остался в том теле. В земле. «И похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возапив, сказал, «Отче Авраам, умилосердясь надо мной, и пошли Лазаре, чтобы я мочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сём». Но Авраам сказал, «Чада, вспомни». Вспомни. Вспомни. Его память не была повреждена, хотя его мозг лежал где-то в могиле в земле. Итак, вы – дух. У вас есть душа, состоящая из вашего ума, вашей воли и ваших эмоций. Ваш духовный человек родился свыше, и внутри вас находится сама жизнь Божья. У вас прямо сейчас есть эта сила благословения. Ваша память находится в вашем уме, который использует ваш мозг. И доктор Лив расскажет, как оно всё работает. «Но это истина об этом». И наука, являющаяся истинной наукой, наконец получила откровение о том, что так оно и есть. И благодаря её откровению, полученному из Слова Божьего, до того, как она стала той живой силой в научном сообществе, которой она сейчас является, прежде чем она начала свои исследования, она получила откровение Слова Божьего. Это важно. Она получила откровение Слова Божьего. Поэтому память настолько важна. И так многие люди страдают от потери памяти. Да. А память настолько важна. И многие люди страдают от потери памяти, и возраст не имеет к этому никакого отношения. Как вы её возвращаете? И вот мой вопрос. Мы знаем, что она там, потому что она осталась в душе этого человека. и его уме, являющегося частью его духовного существа. И она там. Он по-прежнему помнил это. Ему не обязательно было иметь свой мозг, чтобы помнить это. Он использовал свой мозг, когда был здесь, на Земле. Это то, что я видел многие годы, но я не знал достаточно об этом с научной точки зрения, чтобы соединить всё это вместе. но я мог понимать, что вся память находится там. Она находится в уме. Ум является частью духа. И она вся там. И она жива и здорова. Но их мозг, их распределительный инструмент повреждён. Вы не можете достать это оттуда. Поэтому я хочу знать, как это исправить. Так, чтобы у меня могла быть эта память, которая мне нужна, чтобы использовать её в своём служении и в жизни здесь, на этой Земле. Допустим, мозг был повреждён, и нужно это исправить. Теперь ваша очередь. Что ж, это просто блестяще. То, что вы сказали, абсолютно верно с научной точки зрения. Наука лишь подтверждает Слово Божье. Она лишь нагоняет Слово Божье. И Бог использует её в качестве чего-то осязаемого. Поэтому, по сути, да, всё находится в душевной сфере. И наша память находится в уме. И мозг, независимо от того, функционирует он или нет, ваша память, которую вы формируете в процессе жизни, с самого зачатия. И ещё до нашего зачатия Бог уже запланировал нас. Тот богач помнил своих братьев. Он помнил. Всё, оно всё там. Он даже знал Авраама и знал, кем он был. Хотя никогда его не видел. Не видел. Вот оно. Это означает... О, это важно. Это крайне важно, что означает, что всё находится в душевной сфере. И так Бог помещает туда всё своё. Плюс мы добавляем туда всё своё. И оно там находится. Но теперь есть это последствия того, что нам, как людям, живя в этом физическом мире, здесь и сейчас, когда нам приходится использовать наш ум. Это отражается на нашем теле и мозге. Это последствия. Есть это последствия. Скажите это ещё раз. То есть, если мы неправильно используем наш ум, наш мозг и наше тело будут страдать, потому что... И рождённое свыше чада Божье имеет ум Христов. То есть мы можем это исправить. Вот для чего у нас есть обновление ума. Слава Богу. Понимаете, в этом вся суть. Мы можем это изменить. И в 80-е годы я проводила исследование, связанное с людьми с травматическими повреждениями мозга. И люди, которые были в коме и ни на что уже не реагировали, и врачи сказали, что никакой надежды больше нет, но их родители были христианами. Я вспоминаю кучу примеров, и особенно один. Родители той девочки были христианами. Они провозглашали Слово Божье. Они не сдавались. Короче говоря, я начала работать с ней в самом-самом начале своих исследований. И как будто получила это откровение. Я понимала, что если вы можете изменить свой мозг, но меня как ученого учили, что как только клетки мозга отмирают, они мертвы. Вы ничего не можете с этим поделать. Меня учили, что мы лишь можем учить пациента как-то компенсировать это. То есть, ну, они никогда не будут прежними. Поэтому просто учите их. Делайте все, что в ваших силах. Но это не то, что говорит Библия. Да, не то. Библия говорит, что вы можете обновлять ум. Он созидающий Бог, исходя из всего того, что говорит Библия. Поэтому, подходя таким образом, я подумала, не может, чтобы оно так было. Наука хороша, но очевидно, что-то было не так истолковано. И это задало направление для моих исследований. Очевидно, что доминирующим является Дух, но наш ум позволяет Духу доминировать. Наш ум выбирает подчиниться, когда вы поклоняетесь Богу. Поэтому через свою умственную сферу мы влияем на духовную. Если вы говорите о человеке с обновленным умом, мы Дух, Душа и Тело. Мы не ум, Тело и Дух, или Тело, Ум и Дух. Да, Дух, Душа и Тело. Целый Дух. Целый ум. Целое Тело. И мы сотворены так, чтобы Дух Святой вел наш Дух. Наш Дух вел нашу Душу, а Душа вела Тело. И когда мы не рождены свыше, мы не подключены к духовной сфере. Поэтому, когда мы рождены свыше, тогда наш Дух возрожден, и мы подключены к Духу Святому. В противном случае у нас функционируют только две из трех составляющих. И без Духа Душа не может функционировать должным образом, а без Духа Святого Дух не может функционировать должным образом. Вот почему мы должны сделать этот выбор. Но сила в выборе Христа и подключение к Духу Святому настолько феноменальна, поскольку это наше нормальное состояние. И именно поэтому люди настолько меняются, когда рождаются свыше. И это отдельный интересный разговор. Но что касается всей этой памяти в нашем уме, наша Душа доминирует. И в научном мире мнение разделилось. Одна группа ученых говорит, ум доминирует над телом, ум изменяет мозг, который изменяет тело. А другая группа говорит, что мозг порождает ум. Тогда как тот человек, который умер, мозг которого похоронен в могиле, как его мозг мог продлить это действие? Никак. Он лежал в земле. Другими словами, действительно выше Душа, как вы говорили. И как мы можем изменить то, что было повреждено? Если это повреждение было произведено нашим умом, тогда наш ум может удалить это повреждение. Это любовь, сила и здравый ум, которые у нас есть. И в науке мы видим все больше и больше доказательств, когда мы начинаем переключаться или думать в этом направлении, что вы можете проложить новые пути в своем мозге. Мои пациенты, у которых были дыры в мозге, которые даже не могли... Одна моя пациентка, которая не могла осилить программу 4-го класса, а она была уже в 11-м классе, когда с ней все это случилось. За 8 месяцев эта девочка с 4-го класса дошла до 12-го, закончила школу и поступила в университет. Когда я снова показала ее врачам, и я проверяла ее и перепроверяла, и я сделала всевозможные тесты, потому что я также использовала ее в своих исследованиях. Они сказали мне, что мне повезло. Я сказала, дело не в везении. Эта девочка была готова на все. Ее родители были готовы на все. Они провозглашали Слово Божье. Когда вы готовы на все, вас это не устраивает, когда ваш ум доходит до состояния «Я готов на все, чтобы изменить это». Это запускает связь с Богом, который что-то производит. Это учит вас начинать правильно слушать. Это учит вас устремляться в правильном направлении. Это учит вас брать те слова, которые провозглашались над вами, и применять их, как та женщина, страдавшая кровотечением. Она была настолько готова на все, что была не против пробраться в тот день сквозь толпу. Она знала, что ее могли побить камнями, но она была готова на все. Когда мы готовы на все, это запускает изменения. Они поднимают в нас смелость, и затем мы начинаем выбирать то, что является правильным. И когда мы выбираем то, что является правильным, сигнал ума становится очень мощным. Когда вы позволяете своему уму прислушиваться к интуиции вашего духа, это еще сильнее. Когда вы позволяете своей интуиции соединяться с Богом, и вы фактически прислушиваетесь к Духу Святому, вы наполнены силой. Через вас течет всемогущая сила Божья. И такая мощь не может не регенерировать клетки в вашем мозге. И это то, что произошло с той девушкой. Ее мозг изменился физически в результате того, как направляет его ее ум. У нее по-прежнему была определенная физическая травма. Одна ее нога по-прежнему не функционировала должным образом. Ее голос звучал несколько смешно, но ее ум изменился. И я видела это на протяжении многих лет. Детей, которые имели разного рода инвалидности, людей с разного рода повреждением мозга. Я постоянно видела их. Ни одного, ни двух, а тысячи в тех клиниках в Южной Африке, в которых я была по своей работе. Мы сейчас получаем свидетельства от людей, которых я даже не знаю, которые применяют в лечении разработанной мною методики, которые дал мне Бог, изложенные в моих книгах и передачах. Они применяют эти вещи, усиленно ищут Бога. И оно все основано на Слове Божьем. Это наука и Слово Божье, соединенные вместе. Вы не можете их разделить. Для меня это что-то само собой разумеющееся. Наука и Слово Божье соединены друг с другом. И они, применяя эти дисциплинированные принципы, изменяли мозг. И что это за принципы? И дисциплина, и точность очень-очень важны. Регулярность очень важна. На прошлой передаче я начала объяснять, как нам нужно уделять этому 7 минут в день, 21 день, 42 дня, 63 дня. Я говорила, какой временной период это занимает. И на картинке я показала, как в мозге на различных стадиях все меняется в определенный период времени. Это важно для любого изменения ума. Поэтому, когда мы обновляем наш ум, мы должны с помощью своего ума формировать новые мысли. И мы собираемся формировать позитивные мысли. Мы собираемся брать Слово Божье, выбирать места Писания и провозглашать их. Допустим, мы, к примеру, просто читаем что-то в какой-то книге. Но очевидно, что Библия обладает большей силой. Но среди моих пациентов были медики или юристы, или пилоты, кем бы они ни были, и они также изучали какую-то свою информацию. То есть, другими словами слова. Поэтому, когда мы направляем на что-то свое внимание, куда направляется наш ум, за ним следует и наш мозг. Поэтому, если я направляю на что-то свое внимание, тогда все нейроны в моем мозге выстраиваются и ждут, когда я начну формировать сети. И когда я читаю что-то вслух, и я слышу себя. Поскольку я читаю вслух, я буду слышать это. Это ваш мозг, а это ваши пять чувств. И эта информация поступает в ваш мозг. Итак, я читаю, и я получаю этот сигнал. Я слышу, и я получаю этот сигнал. Я чувствую, потому что мои руки лежат на этой книге. Я получаю этот сигнал. Чем больше сигналов... Это притчи 4.20, 21, 22 и 23. Точно. Обращай внимание на мои речи. И да, не отходят они от глаз твоих. Да. Продолжайте слушать это. Храните это внутри своего сердца. То есть вкладывайте это в свой ум. Это физический контакт пяти чувств. Итак, это входит в ваши глаза, в ваши уши, выходит из ваших уст, снова входит в ваши уши, в ваши глаза. И это встраивается в ваш ум. Как вы знаете, часто слова «сердце» и «ум» используются как взаимозаменяемые. Поэтому, когда мы говорим об уме, мы говорим о сердце. Либо об уме. В Писании часто слова «сердце» и «ум» используются как взаимозаменяемые. И когда мы вкладываем и храним это внутри своего... Ум является той частью души, которая является частью души. Сердце, да. Верно. Это связь с духом. Верно. Поэтому это откровение сердца. И когда мы вкладываем это в наш дух, мы вкладываем это в сердце человека, которое является духом человека. И мы используем наш ум, чтобы вкладывать это в наш дух и доводить это до автоматизма. И у нас осталось очень мало времени на этой передаче. Но, по сути, когда мы намеренно направляем на что-то свое внимание, в науке это называется квантовым эффектом Зенона. Квантовый эффект Зенона. Проще говоря, это притчи 4.20.22. Когда вы направляете на что-то свое внимание, вы начинаете стимулировать пластичность в мозге. Вы начинаете давать чему-то рост. Вы начинаете запоминать. Запоминать – значит читать это, останавливаться, спрашивать, отвечать. Обсуждать, спрашивать, отвечать, обсуждать, взаимодействовать. Что это означает? Как я могу? Фактически, как мы обсуждали местописание, когда вы направляете свое внимание в том направлении, когда вы стараетесь и понимаете что-то, когда вы это делаете, ваши нейроны просто, так сказать, включаются в вашем мозге. Из вашего мозга. Это что-то наподобие удобрения. Знаете, когда вы удобряете свой сад, когда вы это делаете, в вашем мозге происходит это потрясающее здоровое изменение. Эй, мы будем выращивать нейроны. В буквальном смысле именно это и происходит. И вы увеличиваете рост нейронов. Исследования показывают, что когда вы поклоняетесь Богу, это оказывает нейропротективное действие. Нейро означает мозг. Протективное означает защиту. То есть, когда вы поклоняетесь Богу, вы фактически выращиваете в своем мозге дополнительные нейронные сети. И вы активируете. Вот это, похоже на садовый шланг, часть называется гиппокампом. Там фактически находится вся сеть, которая помогает нам бороться с негативным стрессом. Поэтому Бог создал в нашем мозге различные поддерживающие системы, чтобы помогать нам. Когда мы поклоняемся Богу, и когда мы читаем, спрашиваем, отвечаем, обсуждаем, когда мы формируем и увеличиваем объем памяти посредством Слова Божьего, мы в определенном смысле поклоняемся Богу. Когда мы делаем все правильно, когда мы разговариваем с Богом на протяжении всего дня, ведем с Ним этот внутренний диалог в течение всего дня, мы фактически находимся в состоянии поклонения. Когда вы находитесь в состоянии поклонения, вы формируете дополнительные сети в своем мозге, чтобы помочь защитить нашу память, чтобы помочь защитить вас от разного рода вещей. Наше время подошло к концу. Это вкратце. Да, аминь. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте! Сегодня пятница, и это очередная передача «Победоносный голос верующего». Я Каннет Копланд. Мы отлично проведем сегодня время. Аминь. Слава Богу. Вы действительно будете рады, что присоединились к нам сегодня. Я могу обещать вам это. Отец, спасибо тебе за твое слово. Мы наконец-то нагоняем. Да, Господь. Мы понимаем. Слава Богу. И мы благодарим тебя за твою славу. Благодарим тебя за твое терпение к нам. И за твою любовь к нам. И мы принимаем это, и мы ходим в этом во имя Иисуса. Аминь. Аминь. И, конечно же, с нами сегодня снова доктор Кэролайн Лив. Какие это были две недели. Здорово. Я получил от этого такое удовольствие. И вы у нас сейчас не последний раз, доктор. Хорошо. Я так рада. Будем продолжать. Аминь. Давайте вернемся к нашему базовому местописанию в 1 главе 2 Тимофея 7 стих. «Ибо дал нам Бог духа небоязни». Итак, послушайте это. Если это пришло не от Бога, что вы с этим делаете? Вам не нужно иметь ничего общего с чем-то. Что пришло не от Бога? Аминь. Но Он дал нам дух силы, дух любви и дух здравого ума. Давайте вернемся к Евангелию от Луки. Мы читали это вчера. Здесь есть божественная картина, которая позволяет... Слово Божье – это единственное место, где вы найдете правильное разделение духа, души и тела. Вы – дух. Не у вас есть дух, а вы и есть дух. У вас есть душа. Душа состоит из вашего ума, вашей воли и ваших эмоций. Но она живет внутри духа. И вы, и ваша душа живете внутри физического тела. И духовный человек родился свыше. И в тот момент, когда вы сделали Иисуса Христа Господом в вашей жизни, ваш духовный человек был полностью сотворен заново. Вы не просто прощены. Вы – новое творение. Новое творение во Христе Иисусе. Однако, душа должна быть обновлена. Давайте посмотрим здесь на кое-что в 16 главе Евангелия от Луки. Я хочу прочитать здесь... Давайте вернемся к этому. Вы помните это? «Лазарь и богач оба умерли. Лазарь был отнесен на лоно Авраамова, а богач отправился в ад». И затем 23 стих. «И ваде, будучи в муках, он, богач, поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мной, и пошли Лазари, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сём». Но Авраам сказал, «Чадо, вспомни». Итак, это то, что я хотел, чтобы вы поняли. В 22 стихе, извините, мы видим, что его тело было похоронено. То есть его мозг лежит там в могиле, в земле. Его память находится в его душе, и он сам в аду. Он сказал, «Чадо». Авраам ему сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». Итак, память богача не была повреждена. Нисколько. Она не была в его мозге. Его мозга больше не было. Но на земле память находится в уме, который является частью души. И душа использует свой центр по сбору информации. Через пять физических чувств поступает огромное количество информации. Она поступает. И ум использует это. Ум имеет силу изменять это. Вы можете передумать. Вы можете изменить свой ум. Да. Изменить его. Аминь. Что означает, что вы изменяете свой мозг. Вы просто приняли решение думать о чем-то другом. Но вы передумали. Изменили свой ум. Но здесь есть что-то большее. Вы можете делать это целенаправленно. Вы можете изменять или обновлять свой ум. И думать совершенно по-другому. Вместо того, чтобы думать в соответствии с этой вавилонской системой, в которой человек пытается восполнять свои нужды без Бога. Вы можете отойти от этого и, Словом Божьим, обновить свой ум. И вы можете начать действовать как Иисус. Вы имеете ум, Христов. И вы должны. Вы должны быть. Билл Уинстон назвал Иисуса сыном-образцом. Он является примером того. Он, сын человеческий. Он является примером того, каким должен быть человек. И в нас это есть. Мы можем быть преобразованы в это. Разве это не удивительно? Но мы сейчас здесь находимся в процессе преобразования этого и реконструкции нашей памяти. Да. Итак, человек приходит к вам и говорит, «У меня некоторая потеря памяти». Что? Что? Что это? Что меня так сильно поразило, это то, что у вас нет никакой потери памяти. Просто у вас нарушена работа части вашего мозга. Память вся там. Она в уме. Она в уме. Она не в мозге. Да. Она в уме. Но уму нужно использовать мозг, чтобы вспоминать, воскрешать в памяти. Господь помог мне осознать смысл этого слова. Ты вспоминаешь это? Нет, не вспоминаю. В этом есть что-то большее. Вы воскрешаете что-то в памяти. Оно там. Вы воскрешаете это. Вы вспоминаете это. Вы активируете что-то, что находится в вашем уме. Но что, если часть вашего мозга повреждена вследствие недостатка кислорода или еще чего-то? Что мы в этом случае делаем? Что ж, мы должны обратиться к уму. Я хотела бы остановиться немного на уме. Итак, у ума есть сознательная и бессознательная составляющая. И это очень важно. Минуту назад вы сказали кое-что о том, как нам нужно целенаправленно изменять наш ум. Мы должны изменять наш ум. Итак, первые два принципа — это что-то целенаправленное. Это решение, которое мы принимаем, чтобы обновлять наш ум. У нашего ума есть сознательный и бессознательный уровень. Мозг. Это то, что люди называют подсознанием? Да. Но подсознание — это фактически другой уровень, где вы входите в сознание. Поэтому это разделение, по сути, правильно объяснено. Сознательный ум, который является лишь очень малой частью нас, работает лишь тогда, когда мы бодрствуем. И у вас есть ваш бессознательный ум, который работает 24 часа в сутки. И это огромная часть вас. Он занимает 95-99%. Он всегда работает. Он работает 24 часа в сутки. Он работает с квантовой скоростью. А сознательный ум очень ограничен тем, что есть здесь и сейчас, настоящим, прошлым и будущим. Бессознательный ум не ограничен настоящим прошлым и будущим. Для него нет настоящего прошлого и будущего. Он работает по квантовым законам. Итак, сознательный ум ограничен тем, что мы можем переживать физически. И это интересно, потому что именно посредством сознательного ума мы и производим наши изменения. Поэтому мы должны преднамеренно сознательно вспоминать эту информацию, которую открывает Дух Святой. потому что Дух Святой будет вести и наставлять нас на всякую истину, доставлять эту информацию в наш сознательный ум. И когда мы знаем что-то, мы должны сознательно работать над этим. То есть, с научной точки зрения, это означает, что когда что-то спрятано в бессознательном уме, оно управляет сознательным умом. Но это нельзя изменить до тех пор, пока оно не переместится в сознательный ум. Это означает, что мой сознательный ум — это то, где я получаю всё через свои пять чувств, как вы сказали. То есть, информация обо всём происходящем в жизни, о жизненных обстоятельствах поступает в сознательный ум. Я обрабатываю её. Но то, как я обрабатываю и воспринимаю входящую информацию, основывается на том, что я насадила в своём бессознательном уме, о чём вы также упоминали на одной из передач. И по мере того, как она поступает, то, что находится в бессознательном, перемещается в сознательное, чтобы помочь понять и осмыслить её. И то, что поднимается из бессознательного в сознательное, и за один раз сознательное перемещается лишь от четырёх до семи вещей, Потому что сознательный ум очень ограничен. Бессознательный ум огромный, он большой, он бесконечный. Сознательный ум очень ограничен. Когда это перемещается в сознательный ум, именно тогда мы фактически можем сознательно, осознанно сказать, «Эй, возьмите эту мысль, плените эту мысль, и теперь давайте начнем обновлять наш ум, так, чтобы мы могли изменить его». Это сознательный, осознанный, определенный процесс. И по мере того, как изменяется наш ум, происходят изменения и в мозге. И вот в чем суть, почему люди забывают. исходя из того что я только что объяснила и так у нас есть этот бессознательный ум где все происходит находящиеся в нем не может измениться вся наша память хранится там но когда что-то из него перемещается в сознательный ум мы можем переосмыслить реконцептуализировать мы можем изменить эту память вспомнить реконцептуализировать или когда мы вспоминаем это она активируется и мы вспоминаем это мы изменяем это в соответствии со словом божьим это обновление вашего ума затем мы возвращаем это назад уже правильно сформированным поэтому когда она всплывает неправильно сформированным мы реконцептуализируем это и возвращаем назад правильно сформированным потому что бессознательно управляет сознательным то как вы воспринимаете этот мир основывается на том что вы запомнили сохранили в своем бессознательном уме поэтому когда люди постоянно принимают токсичные решения постоянно функционируют в негативном, постоянно функционируют в этой неправильной зоне, в зоне страха, а не в зоне любви, слушают дьявола и так далее, тогда они порождают в своем мозге нейрохимический хаос, электрохимический хаос, магнитный квантовый хаос, потому что мы созданы для любви. Поэтому каждый раз, когда у меня возникает токсичная мысль, я нарушаю этот процесс. И так вот поступает какая-то информация, поступает токсичная информация, активируется что-то токсичное. Находясь в суперпозиции, я делаю дополнительный токсичный выбор. Вместо того, чтобы слушать Бога, я усиливаю этот хаос. Уровень этого хаоса увеличивается. К счастью, в этом хаосе задействуется лишь 5% нашего генома, человеческого генома. Поэтому вред, который мы можем причинить, ограничен. Мы можем нанести ущерб не более 5% генома. 95% не затрагиваются. В незатронутых 95% человеческого генома есть гены, которые являются структурой, которую Бог дал нам физически, чтобы помогать нам с помощью нашего ума изменять наш мозг. И наш ум в буквальном смысле дает команду этим генным инженерам идти и изменять экстрессию генов. В буквальном смысле можете изменить свою ДНК. Вы изменяете свою ДНК, но это все посредством вашего ума. То есть сигнал, поступающий от вашего ума, запускает процесс изменения. И есть разные причины, приводящие к потере памяти. В 75-98% случаев потери памяти обусловлены хаотичным, поврежденным, беспорядочным умом, плохими выборами. Плохой выбор повреждает весь мозг. Следующей причиной является травма. Травма, например, в результате автокатастрофы или, возможно, в результате какого-то сексуального насилия. Да. Внешнего воздействия. Да. Совершенно верно. Итак, грех – это что-то намеренное. Вы намеренно погружаетесь в токсичность, тогда как травма – это что-то ненамеренное. Но, к сожалению, и одно, и второе причиняет одинаковый вред вашему мозгу, порождая хаос. Вот почему нам так важно исповедовать эти вещи, прощать и делать все остальное, и удалять из нашего мозга всю эту токсичность, поскольку иначе это начнет влиять на нашу память. Также очень важно разбираться с травмой, поскольку травма также приводит к потере памяти, потому что в мозге царит хаос. Вот почему есть особая благодать в случае травмы. Действительно, есть особая благодать в случае травмы из-за ненамеренной природы травмы. Но потеря памяти, по сути, происходит в результате одной из этих двух причин. Третья причина потери памяти – это химические вещества и диета. В наши дни в своих домах мы подвергаемся воздействию порядка 8 тысяч химических веществ, тогда как 5-10 лет назад эта цифра была намного-намного меньше. Итак, увеличение количества химических веществ, которые мы вдыхаем, даже когда вы просто наносите токсичные кремы на свои руки, через 17 секунд это попадает в ваш кровоток. Эти химические вещества негативно влияют на ваш ум. Они негативно влияют на ваши гормоны. Их можно разделить на три группы. Химические вещества из еды и токсины, из духов и кремов для тела, из загрязнения окружающей среды. Затем у нас есть случай травмы, полученной в результате автокатастрофы или еще чего-то. И вот эти три вещи негативно влияют на физическую структуру нашего ума, приводя к потере памяти. К счастью, с помощью нашего ума мы можем изменить нашу диету. Мы можем много чего изменить. У нас есть столько силы. Возможно, мы многие годы принимали какие-то лекарства. Но просто обновляя наш ум и исправляя его, мы можем физически изменить структуру мозга. В течение 63 дней, и иногда требуется пара таких 63-дневных циклов, о которых я говорила, по-моему, в среду. И я объясняла, что мозг работает в этих трехнедельных циклах для исцеления. Один цикл состоит из трех недель. 21 день. То есть вы ссылаетесь именно на это, когда говорите, что вы проводите детоксикацию мозга. Да, вы проводите детоксикацию мозга. Которая изменяет его структуру. Да. По подобию. По образу Христа, что является нашим нормальным состоянием. Его жизнь, его мозга. Да. И это то, что мы делаем. И это невозможно сделать просто своими силами. Индустрия решения своих проблем своими силами зарабатывает миллионы, но они не соединены с лозой. Поэтому индустрия решения своих проблем своими силами – это пустая трата времени. Но они инстинктивно копируют все с Иисуса, потому что они осознают. Эй, вы должны прощать, вы должны любить, вы должны верить в себя. Все принципы индустрии решения своих проблем своими силами украдены из Библии, но они не признают Спасителя. Однако эти принципы не работают, поскольку духовная часть, как мы знаем, не развита. Поэтому индустрия решения своих проблем своими силами не соединена с лозой. Она признает, что человеку нужно исправлять что-то в его жизни. Но они исключают Бога из этого уровня, поэтому у нас есть ответ. В них есть жизнь. И поэтому, когда мы как христиане живем в поражении, кто, посмотрев на нас, скажет, «Я хочу то, что есть у вас». Этот мир не будет смотреть на нас, если мы живем в поражении. У нас нет оправданий. У нас есть Слово Божье. У нас есть Дух Святой. Мы понимаем силу крови Иисуса. И живем в поражении. Не мы, конечно. Не те люди, которые слушают и учатся у вас. Но я говорю в общем, люди становятся просто ни на что не способными, под давлением повседневных вещей. Но с нами не должно такого происходить, потому что, да, мы все через что-то проходим. И люди хотят видеть, как вы реагируете, потому что мы не можем управлять событиями и обстоятельствами. Но мы можем управлять нашей реакцией. И наша реакция будет определять здоровье нашего ума, здоровье нашего мозга, здоровье нашего тела, здоровье нашего духовного развития. Знаете, я могу понять, почему послание о Божьей благодати и любви является таким громадным. Да. Закон постоянно указывает вам на ваш грех и провал. И это просто продолжает портить весь ваш мозг. Вы чувствуете себя осужденными, как вы уже раньше упоминали. Дух Святой. Давайте прочитаем это в 8 главе послания к римлянам. Потому что там это излагается в точных словах. Послание к римлянам. Итак, нет, ныне, никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Вот оно прямо здесь. Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Вот оно. Да. Это так просто. Признать это, перестать это делать, победить это. Это так здорово. Скажите это еще раз. Признать это, перестать это делать, победить это. И это процесс. И вот здесь подключается время. Итак, мы берем Слово Божье. Если вы собираетесь взять Слово Божье и применить его в своей жизни, вам придется признать, что вы согрешили. Вам придется поработать над тем, чтобы перестать это делать, а именно разрушить эту токсичность. Это занимает 21 день. И вам придется сформировать ей замену, на что потребуется этот 63-дневный цикл, 3 по 21. Это работа, это дисциплина, это забег на ресталище, о котором говорил Павел. И мы все думаем, о, но я могу просто прийти в церковь, и на меня там возложат руки, и все. Да, хорошо, вы приходите в церковь, на вас возлагают руки, но в это вовлечена и ваша работа. Люди выходят из церкви и уже на парковке теряют свое исцеление. Вера приходит от слышания. А слышание от Слова Божьего. Мы должны принять решение, мы должны изменить. То есть вы уступаете Слову Божьему. Вы уступаете Слову Божьему, прислушивайтесь к Нему, принимаете Слово Божье. Когда вы завтра утром проснетесь, все мы, у нас будет 300 миллионов новых клеток. Эти новые клетки находятся там, в нашем мозге, чтобы участвовать в формировании мыслей наступившего дня. Это здоровые, красивые новые клетки, которые Бог дает нам каждое утро. Каждый день. Его милость обновляется каждое утро. Вы знаете это местописание. И они нам для того, чтобы в течение дня помогать нам с нашим мышлением. И мы можем использовать их либо для хорошего, либо для плохого. Мы находимся в суперпозиции. Но если мы выбираем Бога, Он дал нам все эти дополнительные клетки, чтобы помочь нам сформировать и построить в нашем мозге все эти сети в соответствии с тем, что является для нас естественным. А именно с Его образом, Бытие 1.26. И в Бытие 11.6 говорится, что бы они ни задумывались делать, это не будет для них невозможным. Поэтому, когда наш ум действует заодно со Христом, и мы задумываем, представляем, что будущее, которое у Него для нас есть, как говорит Библия, оно наполнено надеждой, преуспеванием и всем остальным, это уже совершено. Мы должны сотрудничать с Богом. Это уже совершено. Это завершенная работа. Наш ум просто должен равняться на это и держаться этого. И не сильно увязнуть в этом здесь и сейчас, потому что здесь и сейчас – это лишь маленькая часть нашей реальности. Наш сознательный ум заставляет нас думать, что это все, что вообще есть. Но это не так. Это лишь малая часть нас. Это всего лишь от 1 до 5%. 95% – это духовный уровень. Это вот этот бессознательный ум. Вот это настоящая реальность. И именно поэтому я верю, что когда мы размышляем над Словом Божьим, мы получаем более глубокое откровение о том, что значит жить в мире Духа, что вы и делаете. Вы учите нас делать это постоянно. И вы видели, как это работает в вашей жизни. Но если мы используем этот мир в качестве этих 95%, чего мы, по сути, и не можем сделать, но если у нас все вращается вокруг этого мира, тогда мы не можем видеть этих духовных истин. Мы не строим мост между духовной истиной и реальностью жизни. Мы должны уменьшить это и больше погрузиться в Господа. Писание говорит – укрепляйтесь Господом. Да. И могуществом силы Его. И могуществом силы Его. И знаете что? Это та же самая сила, что и в 10 главе 2 Коринфянам, где говорится, «Неспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего». О чем здесь говорится? Вернитесь немного назад. Перед этим Павел сказал – «Оружие воинствования нашего…» Неплотские. Неплотские. Но… Сильные. Сильные. Богом. Вот опять это слово «сильная» или «мощь». И в буквальном смысле оно означает способность делать и совершать что угодно, возможное и невозможное. Вот оно. Мы должны решить, кого мы будем слушать. Все возможно. Все. Все возможно тому, кто верит. Верит. Аминь. Аминь. Поэтому, если все возможно с Богом, тогда с кем вы? Вы думаете как то? Вы говорите как то? Вы поступаете как то? Иисус сказал, «Если вы откроете свои уши…» Он сказал это в 13 главе Матфея. Помните, он сказал, «Если вы услышите слово Царства Божьего, увидите слово Царства Божьего, поверите слову Царства Божьего в своем сердце, позволите слово Царства Божьего обратить или изменить, изменить то, как вы думаете, изменить то, как вы говорите, изменить то, как вы поступаете. Вот оно, это так просто. Оно там. Оно там. Признать это, перестать это делать, победить это. И наше время подошло к нас. Боже мой, казалось, прошло всего пять минут, не так ли? Нет, это казалось... Не уходите, мы вернемся через минуту. Мы сталкиваемся с проблемами, как и все в жизни. Но мы знаем одно, что Бог всегда дает нам торжествовать во Христе Иисусе. И нам нужно это знать. Нам нужно постоянно это слышать. И последние 25 лет мы постоянно слышим это через партнерство с Кеннетом и Глорией Копленд. И мы могли бы сказать, что нам нужно продолжать это слышать. Знаете, вера приходит от слышания Слова Божьего. А не от того, что вы услышали его один раз. Поэтому вам нужно слышать Слово Божье снова, снова и снова. И когда вы оказываетесь на поле боя, именно тогда вы узнаете, в кого вы верите. И именно тогда вы обращаетесь к тому, что уже было в вас вложено. И что касается нас, Дженнис, и нашей семьи, то наше партнерство с Кеннетом и Глорией Копленд это наша жизнь. Это наша жизнь. Пятница всегда является на передаче «Победоносный голос верующего днем пожертвования». Это особенно важно. И буквально через секунду я скажу вам почему. На этих передачах мы говорили о чем-то очень особенном. Послушайте. Наставляемый словом, делись, или отвечай, всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь. «Бог, поругая, мне бывает, что посеет человек, то и пожнет». «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление». Мы говорили об этом. «А сеющий в дух?» «От духа пожнет жизнь» или «зовая». На греческом это означает «сама жизнь Божья». Саму жизнь Божью. Иисус сказал, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Мои слова – это дух, и они – жизнь. Итак, одно мы знаем точно. Иисус сказал, «Когда сеятель сеет слово, сатана сразу же приходит, чтобы украсть его». И он сказал, «Это те, кто не имеет в себе корня». Когда вы получаете что-то, и вы делитесь, вы отвечаете на это. Вы в ответ сеете в это, верой, это слово начинает пускать корни, и вы уже слышали, что происходит. Что-то начинает изменяться в вашем мозге. И у вас есть сопротивляемость к той мысли, которую приносит сатана. Все изменяется. Почему? Потому что ваш ум обновляется. И ум использует мозг надлежащим образом, потому что, слава богу, раньше мы не слышали научную сторону этого. Поэтому сейчас вам нужно сеять в это, чтобы оно становилось последовательной, постоянной частью вашей жизни. и я ободряю вас найти для себя книги доктора Каролайн Лив. «Изучайте их». «Изучайте их». Найдите ее передачи. Это будет для вас благословением. И верьте Богу, что все меняется. Отец, мы молимся за всех наших телезрителей. Открывай нам, Отец, что мы должны сегодня сделать в отношении того, чтобы посеять пожертвования в это служение в ответ на твое слово, которое прозвучало. Мы молимся об этом. Мы с Глорией, как служители Евангелия в этом служении, мы принимаем верой эти пожертвования, и мы высвобождаем помазание умножения во имя Иисуса. Да, Господь. Аллилуйя. Аминь. Итак, верьте Богу, и что бы Бог ни говорил вам, делайте это. Именно так оно и работает. Аминь. Партнеры, мы любим вас. И мы с Глорией молимся за вас каждый день. Вы знаете, какие еще передачи вы будете смотреть, не так ли? Вы будете. Да, аминь. Кэролайн, это было потрясающе. И вы просто благословили весь мир. Спасибо. Мы очень любим вас. Аминь. Спасибо. Если вы хотите узнать дополнительную информацию о нашем служении, больше узнать о Господе Иисусе Христе, о Слове Божьем, воспользуйтесь информацией, которая на вашем экране. До следующей встречи. А пока мы Кеннет, Глория и доктор Кэролайн Лив. Снова напоминаем вам, что Иисус Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова